Ну, мы не только пообсуждаем, мы еще их попытаемся построить, несколько штук. Может быть, тема не своевременная сейчас в каком-то смысле, но некоторым, в некоторых университетах надо уже, насколько я понимаю, сейчас строить графики, ориентируясь на те знания, которые они еще со школы получили, а производных, если они еще не изучили их в университете. Вот такая ситуация иногда встречается в университетах, что первая тема, например, для контроля, это построение графиков функций, тогда как сам аппарат математический, который нужен, как бы, на самом деле, для этой темы, который будет использоваться в ходе решения задач, он еще в нормальном, таком, окончательном, законченном виде не давался на лекциях, а предполагается, что он будет даваться потом, а график строится сейчас. Ну, какая-то немного странная история получается. Насколько я помню, на Мехмате, например, тоже так было. Первая контрольная была по графикам, если я все правильно помню. Хотя, вроде бы, как, ну, это не очень честно, да, было давать контрольным по графикам. Ну, считалось, что все понимают, что такое производное, хотя бы чисто технически, как это выглядит. Ну, и нормально. Вот там, где сейчас преподаю в МФТИ, например, там тема контрольная и связанная с графиками, это одна из последних тем. Ну, или вообще самая последняя. В каком-то смысле это более разумно, наверное. Но здесь момент довольно спорный, потому что вообще математики не очень любят эту тему, насколько я понимаю. Особенно всякие профессиональные математики. Типа, если начинаешь просить строить график еще с полным исследованием, он начинает тупить, спрашивать, какое полное исследование, что за полное исследование такое. Надо просто нарисовать и все такое. Да, поэтому, может быть, эта тема, она в каком-то смысле не самая важная. Да, тем более еще и в современном мире, ну, в общем, можно заставить машину за нас построить график. Нам нужно только проконтролировать, что она правильно построила, грубо говоря. То есть, на самом деле, нужно уметь исследовать. Вот, а умение исследовать, оно приходит, ну, просто с какой-то общей математической культурой, на самом деле, в том числе. Поэтому вообще можно было бы вопрос, связанный с построением графиков, как отдельный вопрос, ну, не выделять в принципе, по большому счету. Но для студентов на первом курсе традиционно эта тема, она поднимается, так, отдельно поднимается, потому что она, в общем, важная довольно сама по себе. То есть, в ней много сконцентрировано всяких аспектов исследования функций. Надо продемонстрировать, что вы, как мы, полное исследование можете провести и качественно, там, или количественно, даже местами оценить, как, что там, где себя ведет, как функция себя ведет. Вот, поэтому мы сегодня с вами их пообсуждаем. Ну, и сегодня, соответственно, в рамках вебинара мы будем делать вид, что мы понимаем, что такое исследовательная непрерывность, исследовательная дифференцированность и так далее. Вот. Тут есть нюанс соответствующий, да, связанный с тем, что мы вроде как еще не исследовали ничего на непрерывность и на дифференцированность. И если, допустим, какое-то знание о том, как считается производное, у нас со школы еще есть, то если вы еще не изучали, например, непрерывные функции, об этом знания у нас тогда, ну, в общем-то, и особо-то и нет, как исследовать на непрерывность. Поэтому мы тоже сегодня в таком-то немного странном формате это пообсуждаем. Ну, а когда у вас в университете, например, дело дойдет до изучения построения графиков, тогда вы можете пересмотреть этот вебинар, и он, наверное, обретет свою окончательную полезность для конечного потребителя, так скажем. Так, ну, давайте попробуем что-нибудь порешать. Там, кажется, должен быть прикреплен некий листочек, и в нем штук пять задач должно быть. Да, сейчас давайте посмотрим. Да, есть пять задач. Опять же, тема, связанная с графиками, она выглядит странной, потому что здесь обычно есть некий план исследования функции, да, для построения ее графика. Ну, и опять же, если вы спросите у профессионального математика, типа, а какой план? Вот ты помнишь план, как строить функции? Как строить, точнее, графики функции, как исследовать? Скажешь, какой план? Ну, просто, типа, строим примеры, там, оцениваем все дела. Вот эти примеры на оцениваем все дела нам с вами удобнее будет сейчас оформить в виде некого плана. Понятно, что в разных университетах по-разному предлагается исследование функций для построения графиков. Поэтому, как некий такой универсальный единый план, мы возьмем план из Немедовича. Думаю, что это будет разумно в данной ситуации. Поэтому давайте сначала разберемся с тем, какой функцией мы будем график строить, а потом огласим план из Немедовича для построения графика этой функции. Так, ну что у нас есть? Предлагается рассмотреть, значит, построить график и исследовать функцию. у равно х четвертой поделить на 1 плюс х и в знаменателе все это дело в кубе. Давайте я более крупно нарисую х. Такую штуку надо исследовать в каком-то виде и построить график. Как это сделать? Ну, давайте обратимся к плану, который есть в Немедовича. Там где-то, ну, задачники, я имею в виду задачник Немедовича, и там в начале тема, связанная с графиками функций, которые, кстати говоря, вообще довольно далеко, да, если посмотреть список. Ну, то есть, если посмотреть оглавление в Немедовича, кажется, что построение графиков, оно там, кажется, после видов Тейлора вообще и так далее, да, то есть оно в рамках Немедовича предполагается честное исследование уже, полноценное совсем. Вот, ну и давайте какое-нибудь подобие плана запишем. Наверное, я могу себе позволить записать этот план туда, где чат, чтобы чат на него залезал, потому что он вроде как не понадобится дальше. Ну, то есть он понадобится дальше только мне. Я его первый раз озвучу и запишу. Поэтому запишу его в той области, которая недоступна, чтобы его не стирать можно было. Ну, или ладно, запишу в той области, которая доступна, каждый раз будем обращаться. Тогда к Немедовичу за каждым новым пунктом. Значит, что он предлагает? Во-первых, Немедович предлагает определить область существования функции и исследовать поведение в граничных точках. Ну, хорошо, значит, область существования. Давайте так и напишем. Так, область существования плюс граничные точки. Ну, я буду залезать, видимо, все-таки в область, где чат. Надеюсь, что ничего страшного в этом нет. Далее выяснить симметрию в графике и периодичность. Ну, симметрия – это, видимо, четность-нечетность. Ну, напишем «симметрия». Третий пункт, который мы будем рассматривать, в частности, и для этой функции тоже. Найти точки разрыва и промежутки непряженности. Так, точка разрыва и промежутки непряженности. Четвертый пункт, планы. Определить нули функции и области постоянства знака. Нули, например, жуткий знак постоянства. Затем, пятый пункт, который мы называем, найти точки экстремума и выяснить промежутки возрастания и убывания. Значит, экстремум, промежутки возрастания и убывания. Так, это нарисую. Значит, шестой пункт. Определить точки перегиба и установить промежутки в области определенного знака. Почему-то в области определенного знака обычно говорят выпуклости определенного знака. Ну, ладно. Значит, точки перегиба Плюс промежутки Такого и такого поведения условно так нарисую. Выпуклостью вниз и выпуклостью вверх. Так, седьмой пункт. Симптоты. Симптоты в случае существования их. И восьмой пункт. Ну, видим какие-то дополнительные особенности. Указать те или иные особенности. Вот, типа, можно писать сочинение на тему, чем мне эта функция понравилась, да, видно. Вот. Ну и давайте попробуем применить исследование. То есть, применить этот план к исследованию вот этой функции. Да, я понимаю, что там чат. Я говорю, я этот план в большей степени для себя писал. Вот. Или это совсем неудачно выглядит, да. Даже если считать, что вот эта часть, она вроде как не понадобится в остальном видео. Никому, кроме меня. То все равно, наверное, так не очень, да. Ну, давайте я. Да. Дальше я буду их просто вслух оглашать каждый раз. Для всех остальных. А сам, чтобы не ловить постоянно в Демендовичем, мог бы читать из доски. Чтобы они не съедали кучу места остального, которое понадобится для исследований и построения графика. Ладно, поехали. Значит, что у нас есть? Значит, область существования плюс граничные точки. Ну, область существования, это в некотором смысле, мы даже уже, наверное, немножко эту тему обсуждали. Это некий такой костыль. Вообще, про область существования функции, слова, да, типа, найдите область существования функции. Они звучат довольно странно в каком-то таком абстрактно-математическом смысле, потому что область существования функции, это область определения, по большому счету. Это первое, что должно быть задано, чтобы вообще говорить слово функция, да. То есть, если у вас нет области определения, если уж совсем по-честному до конца, глядя на определение функции, да, говорить об этом, то окажется, что если у вас нет области определения, то у вас функции-то нету. Вот. Но здесь понятно, что имеется в виду то же самое, что было, типа, что было скрыто словами ОДЗ, да, в школе. То есть, считается, что у нас наша функция, она выглядит как какая-то композиция или комбинация еще какая-то знакомых нам функций, про которые мы знали, где они определены. Ну, и вот надо понять, где бы эту штуку, исходя из наших предыдущих знаний, можно было максимально широко определить. Вот это и понимается под областью существования функции. Давайте попробуем разобраться, значит, где функции существуют. Но какие х можно сюда подставить? Ну, понятно, что х, равное минус 1, нельзя подставить, да, все остальное можно подставить. То есть, первый пункт, в видео можно написать, что это вся числовая прямая, действительно, но без точки минус 1. Значит, при х, равном минус 1, тут может быть проблема, да. Заминатель обращается в 0, и поэтому функция формально даже и не определена вовсе в этой точке, поэтому вот она область существования, ну и граничная точка, соответственно, ну вот, видимо, да, ограниченная точка области существования, она же является ограниченной, да? Ну да. Так, соответственно, ограниченную точку мы тоже нашли, это минус 1. Теперь второй пункт плана. Значит, симметрия плюс периодичность, какие-то здесь симметрии. Ну, например, если я поменяю х на минус х, что произойдет, да? Давайте запишем, значит, у от минус х будет равно х четвертый, там знак исчезнет, да, из-за четвертой степени, а здесь будет 1 минус х в кубе, да? И это, в общем-то, не похоже на у от х или на минус у от х, поэтому функция не является нечетной, не нечетной. Значит, из этого исходя можно сказать, что у не является четной или нечетной. Четной или нечетной. Вот, плюс периодичность, да, она также не является периодической. Ну, это, в общем, можно сказать, что-то очевидно, да, в данном случае, что она не периодична. Не вижу смысла строго это доказывать. Думаю, что здесь всем простят, если они просто скажут, ну, понятно, что не периодична в какой-то период. Дальше, значит, что такое точки разрыва? В данном случае на всей области определения, которую мы представляем себе вот таким множеством, функция оказывается непрерывной, потому что на всей области определения она представляет собой отношение непрерывной функции, и знаменатель на всей области определения не обращается в ноль. Это означает, что функция на всей области определения, то есть вот на этом множестве, функция непрерывна, да? Ну, давайте, значит, обсудим, как устроены тогда промежутки непрерывности. То есть, в частности, у нас функция непрерывна на промежутки от минус бесконечности до минус 1, да, она здесь непрерывна, И на от 1, от минус 1 До плюс бесконечности Она тоже непрерывная Ну, можно считать, что это два отдельных Промежутка непрерывности А при х равно минус 1 она терпит разрыв Ну и там можно посмотреть Будет потом всякие асимптоты У нас будет 7 пункт Нам надо эту точку держать на прицеле Значит у нас есть граничная точка Некоторая граница в области ее существования И там в этой граничной точке надо будет посмотреть Как функция себя ведет Если там предел у нее То есть можно ли ее продолжить туда Так, чтобы она стала непрерывной в этой точке Но сам факт, что ее можно туда продолжить Не значит нужно Но вообще просто Чтобы понимать, как ведет себя качественная функция Как примерно устроен график Надо понимать, как ведет себя предел Точнее, как она ведет себя в окрестностях Рассматриваем точку Можно посмотреть всякие левые и правые пределы Это сильно поможет для построения графика То есть это к вопросу об асимптотах Будет уже Давайте пойдем дальше Четвертый пункт посмотрим Нули и промежутки знака постоянства Ну давайте посмотрим Нули функции Этот пункт, по-видимому, связан с тем Что нам нужно какие-то точки нанести На плоскость с координатами x, y Чтобы хоть что-нибудь количественно построить Не чтобы все исследование было каким-то качественным Типа здесь возрастает Буква вверх Ну примерно вот так Примерно вот так Чтобы не все было примерно Из некоторых строгих соображений Но все-таки нарисовано примерно Чтобы не все было Какие-то точки были Ну давайте найдем нули и промежутки знака постоянства Ну давайте посмотрим Значит что такое y от нуля Y от нуля равно нулю Так Если мы будем решать уравнение Y равно нулю Ну понятно, что мы найдем в качестве решений Одним из них будет ноль Да, найдем его как решение Значит мы напишем x четвертый Поделить на 1 плюс x Все это дело в кубе равно нулю Да, ну понятно, что тогда x равен нулю То есть на самом деле у нас Особенно-то Пересечений в сосябе не очень много Да, будет у графика функции Разочек только он пересечет Причем в одной точке обе оси Пересечет, да Ну то есть такая точка могла быть только 0,0 Вот через нее он и проходит Вот это единственные нули функции По поводу промежутков знака постоянства Значит где у нас y больше нуля Теперь давайте разберемся Значит y больше нуля Что это такое? Ну понятно, что это там, где Отношение числителя к знаменателю больше нуля Но числитель у нас всегда Больше либо равен нуля Значит остается понять Где знаменатель больше нуля Да, исключить точку 0 Если мы уж пишем строгое неравенство, например Исключить точку 0 И зарассматриваем множество Потому что там неравенство Обращается в нестрогое И понять, значит Где у нас знаменатель больше нуля 1 плюс x в кубе больше нуля Понятно, что это выполнено Тогда и только тогда когда 1 плюс x больше 0. То есть, иными словами, когда x больше, чем минус 1. Давайте я теперь вот это сотру, чтобы мне хватало места, выписать все пункты в одном месте. Это означает, что x больше, чем минус 1. Если я принесу право, можно написать, значит, x больше, чем минус 1. Если я знаю, где он больше 0 и где он 0, то я знаю, где он меньше 0, на самом деле. Все остальное, что попадало в область определения. То есть, y меньше 0, когда x меньше, чем минус 1. А, здесь надо было еще выкинуть, что выкинуть 0. Ну, давайте напишем не строго. Чтобы не выкидывать здесь, насильно еще 0, а теперь напишем не строго. y больше или равен 0. Просто при x равном 0, который попадает в это множество, 0 же больше, чем минус 1 вроде бы. Получается, что эта штуковина равна 0, сама функция. И не разница становится не строгим. Ладно. Что касается пятого пункта. Стре, экстрем в промежутке возрастания и убывания. Ну, давайте будем думать. Значит, как посчитать экстрем? Надо посчитать производную этой функции y'. Ну, давайте я еще раз ее перепишу для удобства, чтобы каждый раз туда не смотреть. Ну, только я, наверное, перепишу ее для удобства в другой форме. Перепишу ее как x четвертый умножить на... Или не надо так переписывать? Нет, наверное, лучше не переписывать так, потому что можно запутаться. Перепишу ее как есть. Не буду писать минус третью степень у 1 плюс x числителя. Значит, вот это надо взять производную. Чтобы взять эту производную, можно что сделать? Производная первого числителя, я буду называть его первым, а значит, я буду называть вторым. Чтобы это не значило. Буквально слово первое я буду использовать для обозначения числителя. Значит, производная первого, что это будет такое? 4x куб. Ну, давайте запишем большую разъемную формулу. Производная первого умножить на второе. Минус первое умножить на производную второго. А производная второго это будет что? 3 на x плюс 1, ну или 1 плюс x. Нет, поменял, ставим слагаемое видео, да? Ладно. Значит, минус первое умножить на производную второго. Вроде бы оно выглядит вот так. И разделить на квадрат второго. Ну, там стоит квадрат, поэтому он большой роли не сыграет сам по себе. Ну, все равно мы его выпишем. Значит, где у нас могут быть экстремумы? Ну, они могут быть в тех точках области определения, в которых функция либо не... Ну, точнее, не функция, а производная не определена. Либо в тех точках, где она обращается в ноль. То есть, есть только два варианта. Так, куб от x на скобку перенести надо вроде как. Но я вроде бы перенес. Вот этот куб от x я и перенес на скобку. Да, вот это оно. Просто из-за той последности действий, в которой я выписывал... Из-за той последности, в которой я выписывал, или последовательности действий. Сейчас, в первом слагаемом куб от x на скобку перенести надо. Что это означает? А, все, я понял, да, что вы имейте в виду. Да, пожалуй, что. Пожалуй, что так. 1 плюс x и все это в кубе. Здесь правильно и здесь тоже правильно, да? Ладно. Вроде бы, мы можем двигаться дальше. Значит, нас будет интересовать, где эта штука ноль и где она не существует, в каких точках области определения. Давайте смотреть. Значит, можно позволить себе безболезненно сократить на 1 плюс x во второй степени. Да, здесь останется 1 плюс x в четвертой. Можно сказать, что эта штука не равна нулю, потому что мы сейчас на области определения вот такой находимся, а там она не равна нулю. Так, и когда мы сократим, что здесь останется? Останется 4x куб на 1 плюс x. Так, одна такая скобка осталась. Минус 3 на x четвертый. Вроде бы так, да? Минус 3 на x четвертый, а эта штука сократилась. Так, что это такое? Ну, вынесем, давайте вынесем x куб. x куб 1 плюс x. Четвертый. Перепишем знаменатель. Несмотря на то, что там полный квадрат, мы все равно будем его за собой таскать. На всякий случай. Так, что еще остается? Остается после этого какой-то множитель. Мы что, вытащили x куб? Да. Остается 4 плюс 4x, это 4 плюс 4x, да, вот так. 4 плюс 4x и минус 3, да. x, минус 3x. Значит, отсюда осталось 4 плюс 4x. Отсюда осталось минус 3x. Ладно, ну и давайте я здесь сотру и перепишу вот так, что получилось. Значит, 4x минус 3x, это просто плюс x, да? 4 плюс x. Осталась вот такая штука. Где тогда функция возрастает, где убывает и где у нее, ну скажем так, критические точки, да, то есть точки, в которых производная обращается в ноль или не существует. Ну, давайте смотреть. Значит, есть только точки, в которых она обращается в ноль, на все области определения, везде производная существует, да. Ну, а если мы берем точку вне области определения, то нам бесполезно задаваться вопросом, существует ли там производная, если в некоторой окрестности рассматриваемая точка функции не была определена. Да, в некоторой окрестности целиком она должна, по-честному, в каждой точке эта окрестность должна была быть определена. Да, если это не так, то тогда бесполезно говорить про производную. Производная, она показывает, ну, скорость при приближении к данному моменту времени, да, грубо говоря. А если нет никого приближения, если невозможно приближаться к данному моменту времени, то нет и скорости, как таковой. Так, ну, хорошо, значит, что у нас есть тогда? У нас есть нули производной, можем выписать, да, значит, напишем сюда y' равно нулю. Это происходит в точках ноль и минус четыре, да. Да, у нас есть две таких точки, в которых производная обращается в ноль. Ну, надо теперь понять промежутки возрастания и убывания, да, мы разобрелись с экстремумом. Надо понять промежутки возрастания и убывания. Для этого я все вот это могу убрать пока что. Ну, первую строчку, по крайней мере. И вот это. Этой записи мне хватит для того, чтобы понять, как устроены промежутки возрастания и убывания. Ну, давайте смотреть. Значит, что там у нас есть? Значит, y' равно нулю, я перепишу себе, что это x равно нулю, x равно четверке. Где минус четверки? Минус четверки. Значит, где у нас y' больше нуля? Где y' больше нуля? Вот эта штуковина, знаменательная, она всегда больше нуля, на рассматриваем множестве. Остается проверить вот этих вот, ребят. Значит, где y' больше нуля? Да, ну здесь можно что сказать? Можно сказать, что знак производный такой же, как знак вот этого произведения, но без куба, например. Чтобы оценить знак производный, можно сказать, что знак куба такой же, как знак икса. Да, и можно, например, через метод интервалов это проделать. Ну, или, наверное, уже сейчас можно без метод интервалов обойтись. Просто нарисовать ответ. Ну, давайте мы все равно нарисуем этот метод интервалов, ну, для себя. Что там есть у нас? x равное минус 4 есть, x равное нулю, да? Если мы берем очень-очень большие иксы, что происходит? Это будет плюс, 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 да? Все плюс. Если мы берем иксы отсюда, когда переходим через 0, то степень нечетная получается, да? У этой не меняется, у этой не меняется. Значит, нечетное число раз знак меняется, в итоге он меняется. Ну, и здесь, по-видимому, должен быть плюс тоже, да? Если берем очень-очень отрицательные иксы, здесь будет минус. А, ну, достаточно посмотреть, что происходит со знакомой минус 4, да? Он разок меняется. Еще разок меняется, значит, должен быть плюс. Сейчас, значит, если очень отрицательные иксы, это будет плюс, здесь будет минус, здесь минус, да, да, плюс вот так. Ну, получается, что y' больше 0 у нас от минус бесконечности до минус 4, так, и от 0 до плюс бесконечности. Ну, минус 1 не попало вроде бы, да, в это множество. Вроде бы честно написано. И где он меньше 0? От минус 4 до 0, но кроме минус 1 еще, да. Возьмем интервал от минус 4 до 0 и выкинем из него минус 1. Вот, кажется, получается вот так. С промежутком возрастания убывания. Теперь точки перегиба всякие. Давайте смотреть точки перегиба. А, extremum. Мы еще не обсудили extremum. Отсюда можно какой-то вывод сделать, да? Отсюда можно сделать какой-то вывод о том, как ведет себя функция в окрестности точки 0 и минус 4, ну, по крайней мере, если там какой-то extremum, да? Значит, что получается у нас с точкой... Давайте еще раз нарисуем, ладно. Минус 4 и 0. Ну, и посмотрим, как функция y' себя ведет. То есть, тут знаки можно рисовать y', а мы будем посмотреть, как она ведет себя, сама функция y. Возрастание убывания. То есть, рисовать стрелки просто будем. Значит, на участке от минус бесконечности до минус 4 у нас y' получается положительный. Значит, здесь функция растет. Потом от минус 4 до 0, но я не буду. Тут по-хорошему надо выкалывать еще минус единицу каждый раз. Да? И все число прямое. Потому что, ну, функция, она вообще не знает про существование точки минус единицы. Таким образом, она в ней не определена. Она может считать, что она просто ее не чувствует. Она не знает про ее существование. Будем ее выкалывать, ладно. Значит, что еще мы знаем? Мы знаем, что вот здесь вот она убывает. И здесь она опять вотрастает. Значит, у нас в минус 4, что у нас строгий максимум получается, да? В минус 4 у нас локальный максимум. Это точка максимума, да? А в минус единице, ну, не в минус единице, в нуле, это точка минимума. Ну, допишем сюда, точка максимум, точка минимум. Ладно, с этим мы разобрались. Пойдем дальше. Следующий пункт, который у нас тут есть. Шестой. Точки перегиба, промежутки выпуклости вниз и вверх. Шестой пункт. Значит, надо идти точки перегиба и плюс промежутки выпуклости вверх и вниз. Ну, или вниз и вверх. Для этого надо что сделать? Для этого надо было ставить первую производную. Ладно, значит, y в 2 штриха. Как выглядела первая производная? Она выглядела как x куб поделить на 1 плюс x. В четвертой степени умножить на x плюс 4, правильно? Так ведь выглядела первая производная? Кто там следит за записями? Подскажите, пожалуйста, я правильно восстановиваю? Вроде бы должен был правильно восстановить. Значит, на будущее, да? Не надо стереть первую производную после уже упрощения формы записи. Лучше его где-нибудь вставлять. В знаменателе куб? Нет, в знаменателе не мог быть куб. Иначе менялись бы тогда промежутки знака возрастания. Ну, точнее, знака постоянства. Из-за знаменателя тоже. Там должна была быть четная степень, чтобы переход через эту точку, которая обновлялась знаменателе, не сказывался на знаке. Вот. Ну, поехали. Надо почитать от этого производную, да? Ага. Ладно. Давайте раскроем скобки. Так, наверное, проще будет считать. x четвертый плюс 4x куб поделить на 1 плюс x четвертый. Так. Что там творится? Так, значит, надо почитать производную от этого выражения x четвертый плюс 4x куб. Да, вроде я правильно переписал. Ну, опять можно почитать, да, по этой сложной формуле производные отношения. Производная первая 4x куб плюс 12 x квадрат, да? Умножается на второе. На 1 плюс x четвертой степени. Минус первое минус первое умножить на производную второго на 4 на 1 плюс x в кубе, да? От этого производная единичка. Этот множитель можно отдельно не писать. Значит, что мы сделали? Производную первую умножили на второе минус первую умножить на производную второго ну и поделить на квадрат второго. Можно было бы раскрывать это в некотором смысле попроще. Да, производное отношение. Рассматривая, как производное произведение вот этой штуки, числитель, умножить на 1 и поделить на знаменатель. И тогда сразу же как бы упрощенная, сокращенная версия формула получалась бы. А сейчас нам еще нужно упрощать. Но так проще запутаться было бы. А зная себя, я могу сказать, что скорее всего там, где можно было бы запутаться с вычислениями, я бы запутался с ними. Поэтому лучше пока так писать, так надежнее. Значит, что будет получаться тут? Тут восьмая степень должна быть, конечно. Квадрат. Квадрат знаменателя. Ну и смотрим. И что будет получаться? Можно сократить на третью степень. Давайте сократим на третью степень. Останется 1 плюс x. И все это в пятой, да, в знаменателе. Сокращаем на третью степень. Здесь останется что? Надо как-то по максимуму вынести. Да, все, что можно вынести, выносить сейчас будем. Значит, ну и x квадрат можно вынести для начала. x квадрат вытащим за скобку. Что остается после x квадрата? Значит, здесь остается 1 плюс x, а здесь что? 4 x плюс 12, да? Давайте напишем. 4 на x плюс 3. Это не сильно мне положено, наверное, да? Ладно. Не буду так расписывать. Значит, 4 x плюс 12. Это мы вынесли квадрат, да, отсюда? На 1 плюс x. Так, и минус что? Вот эта штука, она вся ушла. Осталась четверка. Минус 4 от чего? Отсюда мы вытащили еще x квадрат, да, потому что мы выносили x квадрат. Вытащили отсюда x квадрат, осталось x квадрат плюс 4x. Кажется, должно получаться вот так. Надеюсь, я нигде не обсчитался с этим делом. Что это будет такое? x квадрат на 1 плюс x в пятой степени. Это мы сразу вытащили эту штуку, она, да? А здесь на что она умножается? Ну, надо раскрывать, видимо, скобки, да? 4x плюс 4x квадрат. Давайте напишем 4x квадрат. Так, пока так раскроем. Дальше будет плюс 4x и плюс 12x. И того будет плюс 16x. Да, плюс 16x плюс 12. Далее что? Минус 4x квадрат. Так, и минус 16x. Что получается? Вот эти штуки уходят. И эти штуки уходят, да? Благополучно. Очень хорошо. Остается множитель 12. Вроде бы и с множителем даже правильно. Да, даже сам константный множитель. Правильно. Ну, давайте напишем 12x квадрат просто. Зачем нам усложнять эту запись? Надеюсь, что я правильно читал. Вы, пожалуйста, проверьте и контролируйте мои вычисления по ходу дела. Пожалуйста, если у кого-нибудь есть возможность. Потому что я счетовод еще тот. Если честно. Так. Что мы получили в итоге? Мы получили вторую производную, которая довелась до вот такого вида. 12x квадрат поделить на 1 плюс x. И все это в пятой. Давайте сюда ее пока запишем. 12x квадрат поделить на 1 плюс x. Все это дело в пятой степени. Замедляет ли стоящие. Так. Вот мы почитали вторую производную. Но теперь можно определиться с тем, как там она себя ведет. Где у нее точки перегиба. Где что? Немного места освободим для этих целей. Так. Где у нее вторая производная, например, равна нулю? Вторая производная равна нулю. Это что это такое? Это и при x равном нулю, да? Так. А что у нас происходит в окрестности x равную нулю? Ну или при переходе через x равную нулю, ничего не происходит, да? Но зато есть еще точка x равная минус 1, от которой зависит знак реально существенный. Да, вот это выражение. Давайте сначала с x равную нулю. Значит, при x равном нулю, ну или близком к нулю, слева и справа от нуля, на самом деле, знак этой штуки положительный, да? Значит, при x равном нулю не происходит никакого перехода из состояния выпуклости в состояние в области. Ненавижу эту тему, считать много, да? Но это правда. Это тема, в которой надо считать, считать и еще раз считать. Так, ладно. Давайте тогда исследовать, где там что у нее. Короче, мы посмотрели, что y' на нулю при x равном нулю, но там никак не меняется характер выпуклости в области, там ничего такого нет. Так, смотрим, значит, где y' на нулю больше нуля. Она больше нуля, там, где знаменатель, на самом деле, больше нуля, но кроме x равного нулю, да? То есть там, где x больше, чем минус 1. x больше, чем минус 1. Ну ладно, напишем еще, x не равное нулю. Да, не будем знак сюда подключать уж. x, ну или два штриха, меньше нуля. Что это такое? Это когда, наоборот, да, когда x меньше, чем минус 1. Значит, если x меньше, чем минус 1, тогда мы прибавляли что-то сильно отрицательное. Оно сделало эту штуку отрицательное, и тогда все стало отрицательным. Так, и что в итоге? В итоге получается, что мы определились с тем, какой характер, где выпуклости в области, да? Значит, как тогда условно можно изобразить эту штуку на методе интервалов? Как меняется характер функции? Значит, вот есть точка минус 1, которая там у нас, выкол ты вообще, да? И относительно нее слева и справа получается по-разному. Значит, здесь вторая производная положительна. И тут, и тут чего? И тут, значит, она выпукла куда эта функция будет? Из-за положительности второй производной она тут будет выпукла. Так, это при x больше минус 1, да? При x больше, ну, давайте 0, ладно, выколем. Значит, она здесь будет выпукла вниз. Когда знак больше у второй производной, она выпукла вниз. Ну, чтобы не путаться, обычно, типа, больше выпукла вниз, да? Казалось бы, больше должна быть выпукла вверх. Я обычно для того, чтобы не запутаться, проверяю на функции y равный x квадрат. Смотрю, у нее вторая производная, что там она положительна, получается, правильно? Но я точно знаю, что y равный x квадрат выглядит как-то вот так, улыбочка такая, да? То есть она выпукла вниз. Значит, там, где больше, там выпукла вниз. Там, где меньше, там выпукла вверх. Вот, мы определились с чем? С точками перегиба, которых у нас нет, да? Просто эта точка, она не попала в область определения, в ней функция не определена, и она не точка перегиба, таким образом. Насколько я понимаю, терминология обычная. Промежутки выпуклости вверх и вниз мы разобрали. Теперь про асимптоты давайте поговорим. Что такое эти самые асимптоты здесь? Да, дополнительных соображений, наверное, у нас не будет, да? Давайте посмотрим, как устроены асимптоты. Ну, наверное, ну ладно, давайте попробуем еще здесь пока. Пока пописать, пока влезает. А потом, если что, все-таки там сотрем и будем лазить бедами дочек каждый раз. Ладно, значит, как устроены асимптоты? Ну, во-первых, у нас есть вертикальная асимптота. Да, у нас функция, она не определена при х равном минус одному, есть граничная точка в области определения, надо посмотреть, как в ней ведет себя функция. Значит, как ведет себя функция? Предел функции у, ну, то есть вот этой на самом деле. Давайте посмотрим, х четвертый, поделенная на 1 плюс х, все это дело в кубе. И будем устремлять х к минус единице. Тут понятно, что на самом деле предел этот будет не существовать, в буквальном смысле, да? Но односторонние пределы, они будут, ну, то есть эта функция, она будет расходиться при подходе к точке минус 1 слева или справа, в зависимости от этого. Односторонние пределы, да, они в каком-то смысле существовать будут, только в расширенном смысле, в смысле расширенном число прямое. Да, то есть функция будет расходиться либо в плюс бесконечный, либо в минус бесконечный, в зависимости от того, с какой стороны мы подходили. Давайте посмотрим. Значит, сначала будем подходить, например, к минус единице, оставаясь меньше. Х стремится к минус единице, ну, вот так это обозначено, минус единица, минус 0 обычно пишут. Это предполагает, что мы, ну, вообще вычитать 0 смысла нет, но поэтому это просто форма записи такая, которая, ну, нечто обозначает. Это обозначает у нас, что мы смотрим предел левосторонний, да, когда мы подходим к минус единице слева. То есть, иными словами, у нас х просто меньше, чем минус единица. Если х меньше, чем минус единица, тогда эта штука, она отрицательная получается, да. Эта-то константа фиксированная, да, фиксированная и не нулевая константа. А эта штука, она стремится, к чему? Она стремится к нулю, знаменатель. Но он стремится к нулю, что? Оставаясь меньше нуля, правильно? Оставаясь меньше нуля, значит, все вот это, оно стремится, это положительное число, а это в итоге... Давайте напишем, вот, не будем писать знак предела, чтобы всякие однозначности напишут, что вот эта штука, она стремится к минус бесконечности при х, стремящемся к минус единице слева, да. С другой стороны, эта же штука, не буду ее еще раз переписывать, стремится при х, стремящемся к минус единице справа. Ну, то есть, если у нас х остается больше, чем минус единица, тогда эта штука стремится к нулю, но по положительным числам идет к нулю. Эта положительная, значит, эта штука вся стремится к плюс бесконечности. Вот, и получается вот такая вертикальная симптома, да, у нас получили бесконечные значения, то есть, у функции в этой точке х равно минус одному предела нету, и даже односторонние пределы у нее получились бесконечные, то есть, там такой нехилый разрыв получается, но зато мы знаем теперь, что при х равно минус единице это асимптоты, и как там функция себя ведет, да, в зависимости от того, с какой стороны эта асимптота мы смотрим, в плюс она или в минус бесконечности стремится. Это уже кое-что. Но теперь можно что сделать? Теперь можно поискать наклонные асимптоты. Мы сейчас разобрались с вертикальными асимптотами. Давайте попробуем поискать наклонные асимптоты. Для этого нужно какое-нибудь место. Ну ладно, тогда будем лазить Демидовичем. Ну, я буду. Чтобы восстанавливать эти пункты, чтобы восстанавливать последовательность этих пунктов. Так. Попробуем тут посмотреть. Тут вроде еще что-то влезает, да, в область, которая не занята чатом. Поэтому... Поэтому попробуем тут написать. Значит, что нам нужно? Нас интересуют наклонные асимптоты, ну, или горизонтальные, как в частном случае их, да, ку равно кх, кх плюс b. Давайте запишем уравнение такой прямой наклонной. у равно кх плюс b. Значит, любую прямую, которая не является вертикальной, да, можно представить в таком виде, подобрав соответствующим образом числа к и b. Да, хорошо. Значит, как бы нам для начала понять, как искать эти наклонные асимптоты. Ну, давайте прикинем, значит, что такое должно быть наклонные асимптоты, да, это какая-то штуковина, грубо говоря, я пока не строго формулирую это все, просто чтобы, ну, какой-то способ, как восстановить в памяти алгоритм поиска этих наклонных асимптотов. Сейчас попытаемся восстановить какие-то соображения, из которых они ищутся. Ну, какая-то есть прямая, и типа функция к ней там прижимается, да, как-то стремясь, допустим, к бесконечности. Раз мы говорим про наклонную асимптоту, то она там, если их стремится, например, к плюс бесконечности, как вот здесь на картинке я пытался нарисовать, то тогда вроде как она должна прижиматься в эту прямую. Что это означает? В частности, это означает, что если я разделю вот это вот уравнение на х, да, то если я разделю это уравнение на х и устремлю х к плюс бесконечности, уравнение асимптоты, то тогда я получу, что вот это отношение при х, стремящемся к плюс бесконечности, например, да, вот на этой картинке, оно, вообще говоря, стремится к k, ну, как и при х, стремящемся к минус бесконечности, но пока меня интересует вот такая асимптота, потому что я так картинку нарисовал, да, пока я рассматриваю, как будто при х, стремящемся к минус бесконечности. Там, вообще говоря, надо рассматривать обе ситуации, Чтобы найти асимптоты, там может получаться, что одна асимптота к ней приближается функция справа, ну там в плюс бесконечности, когда стремится аргумент, а когда минус, в бесконечности стремится аргумент к другой асимптоте может прижиматься. Значит, чтобы найти аналогичный этот коэффициент к, мне нужно разделить график функции, потому что y сильно приближается, грубо говоря, значение функции, интересующей меня, должно приближаться к этой прямой. Поэтому, чтобы найти коэффициент к, мне достаточно разделить выражение, которое стоит у меня в правой части, которое определяет саму функцию, разделить на x и посмотреть, какой будет предел. При x, стремящемся к плюс бесконечности и к минус бесконечности, это оба раза я получу значение k. Вроде бы, значит, не залезет, да? Хорошо. Так, значит, делим y на x, интересующую меня функцию, делим на x, останется x куб поделить на 1 плюс x. Так, ну и теперь надо посмотреть предел при x, стремящемся к плюс бесконечности и к минус бесконечности. Ну, давайте возьмем, например, предел при x, стремящемся к плюс бесконечности. Существует он или нет? Ну, Максим Олегович уже показывал на вебинаре, как считаются пределы такие, поэтому сильно обнимание на этом застрять мы не будем. Я просто скажу, что можно раскрыть третью степень, по-честному, просто развернуть третью степень, да? Разделить на x куб числитель и знаменатель, и после этого в числителе останется единица, а в знаменателе останется сумма некоторых слагаемых, одной из которых будет просто единицей также, а остальные слагаемые, они на самом деле будут бесконечно малыми, при x, стремящемся к плюс бесконечности. То есть, они просто будут стремиться к нулю, и тогда мы можем сказать, что предел числителя после этого деления на x куб будет равен единице, предел знаменателя тоже равен единице, а так как пределы числителя и знаменателя существуют, и предел знаменателя отличен от нуля, значит, предел частного – это отношение пределов. в данном случае. То есть, этот предел, на самом деле, равен единицы, как, в общем, предел при x, снимающийся к минус бесконечности доказывается в точности так же. Поэтому мы напишем, что при x, снимающийся к плюс бесконечности, при x, снимающийся к минус бесконечности. Я напишу, как будто бы, типа, такой странный предел с двумя стремлениями. Ну, ладно, не буду. Я хотел под этой формой записи понимать то, что я рассмотрел два предела, но я лучше напишу, что при x, стремящийся к минус бесконечности предел от того же самого тоже равен единице. Та же самая единица останется в числителе после деления на х куб. Ну и со знаменателем. Похожая история будет на ту, которую я только что рассказал. Так, это мы нашли. Мы нашли коэффициент k. Предел, оказывается, существует. И такой, и такой. Один и тот же коэффициент k получается. У наклонных асимпто при х стремящих к плюс бесконечности и к минус бесконечности. Давайте посмотрим дальше. Давайте поймем теперь, как по этому k найти b. Надо было что сделать? Надо было из y вычесть kx, да? Из y вычесть kx и получить b предельным переходом. Значит, у нас k получилось равным единице. Вот мы отсюда теперь вычтем x и найдем b предельным переходом. Да? Так, ну давайте это сделаем. Значит, x куб определенное на 1 плюс x. Все это в кубе. Только это еще... Нет, там должна быть четвертая степень, да? Степень должна была быть четвертая. Значит, вот что мы сделали. Мы взяли исходную функцию. Теперь из нее надо вычесть kx. k у нас получилось единица, поэтому мы вычитаем просто x. И хотим посмотреть предел. Ну, нам надо оба посмотреть предела. При x-тиммечис тигп, плюс бесконечность, и при x-тиммечис тигп, минус бесконечность. Вдруг функция устроена так, что разные асимптоны. То есть, вдруг асимптоны 2, на самом деле, и при x-тиммечис тигп без конеч � どу есть для у author and diabetes or который угол наклона тот же, но она, на самом деле, другая. Да? Она смещена, сдвинута по оси. Грубо говоря, вот типа вот так, например, да, и там как-то вот так. Такое тоже может быть. Значит, еще раз про то, как считается предел по просьбам трудящихся. Ну вот, ну ладно, давайте я его тогда распишу прямо. Прямо распишу где-нибудь вот здесь, например, да. Значит, предел x3 поделить на 1 плюс x, и все это дело в кубе. При x, например, стремящийся к плюс бесконечности, меня интересует, да. Плюс бесконечности. Что это такое? Можно раскрыть знаменатель. Значит, тут будет x3, предел, не буду переписывать, тут будет 1 плюс 3x плюс 3x квадрат плюс x3. Такое вот выражение. Это то же самое, что предел. Значит, разделим числитель и изменатель на x3. Да, ничто не запрещает нам разделить и числитель и изменатель на x3. Мы же смотрим, как эта штука ведет себя, когда мы подходим к плюс бесконечности. Мы буквально не можем подставить значение плюс бесконечности. Такого числа вообще действительно не существует, да. Ну и мы смотрим, как ведет себя функция. А когда она подходит к плюс бесконечности, мы можем еще разделить на этот x3. Останется единица. А здесь будет что? Здесь будет 1 поделить на x3. плюс 3 поделить на x квадрат плюс 3 поделить на x и плюс 1. Ну и теперь, если мы возьмем по отдельности предел числителя, получим единицу. Тут вообще она от x не зависит, да, это функция. Ну, явным образом, по крайней мере, не зависит. Вот. А если мы возьмем предел знаменателя отдельно, то тоже получим единицу, потому что вот эти слагаемые, они стремятся к нулю. Если x устремлять к плюс бесконечности, то эти слагаемые по отдельности, они будут стремиться к нулю. И мы можем воспользоваться теоремой, которая говорит, что в данном случае сначала начинаем с чего? Начинаем с теоремы о пределе суммы. Мы говорим, что предел суммы равен сумме пределов, если все они существовали. Но здесь предел этой суммы, он равен сумме пределов этих выражений по отдельности у этих нулей, а у этого единица. Поэтому предел этой суммы равен 0 плюс 0 плюс 0 плюс 1, единицы. Дальше мы говорим. Ну, теперь мы воспользуемся теоремой о пределе частного. Если предел числителя существует, и предел знаменательный существует и отличен от нуля, тогда предел частного, вот этого отношения, равен отношению пределов. Так гласит теорема. И получится предел числителя единицы, предел знаменательной единицы, то есть отличный от нуля. Ну и можно показать, что предел этого отношения равен 1 поделить на 1. То есть просто 1. Так мы нашли коэффициент k. Ну и причем при x, не имеющихся к плюсу, бесконечно к минусу, бесконечно к получился один и тот же коэффициент k. Оба раза единицы. Значит, теперь мы смотрим, как ведет себя b. Хотим вот эту штуку посчитать. Ну и предел при x, не имеющихся, давайте сначала напишем плюс бесконечности, а потом, по ходу дела, поймем, специфика того, что мы смотрим плюс бесконечности, она важна или нет. То есть у нас какая-то такая ситуация или не такая здесь, в этой конкретной, для этой конкретной функции. Значит, как посчитать такой предел? Ну давайте напишем, значит, предел при x, не имеющихся к плюс бесконечности, что там у нас будет получаться? x четвертой минус что? Тут делится на 1 плюс x куб. Пока это оставим в таком виде. Потом, если что, разберемся с ним. Значит, что будет у нас в числителе стоять? Это будет x четвертой, вычесть. Давайте я сразу мысленно раскрою этот куб и буду на него умножать x. Да, опасная игра, опасную игру я затеял. Значит, минус x, минус 3x квадрат, минус 3x куб и минус, да, или минус x, минус 3x куб, должен был быть, минус x четвертый. Кажется, вот так, да? Да, кажется, что вот так. И тогда вот эти вот двое сокращаются. Что осталось? Осталось здесь некое выражение. Да, и здесь. Ну, опять же, повторяя аналогичное рассуждение, можно показать, что этот предел, ну, причем, неважно, к плюс или к минус бесконечности, или минус x, теперь это становится понятно, да? Абсолютно аналогичным рассуждением тоже точно так же раскрывает здесь знаменатель. И тоже с помощью деления на x куб числителя и знаменателя мы получим здесь минус 3, предел числителя, да, предел знаменателя опять будет единица после этого деления. Значит, здесь будет минус 3 в итоге. Оба раза минус 3, то есть у нас на самом деле одна асимптота, к которой график прижимается из плюс бесконечности и в минус бесконечности, он к одной и той же прямой прижимается, да? Прикольно. Так, ну, хорошо. То есть мы нашли асимптоту, и она такая, в каком-то смысле, типа двухсторонняя получилась, да? Асимптота это был восьмой. Нет, это был седьмой пункт. Седьмой пункт. Вертикальную асимптоту мы описали, она у нас одна такая, да, получилась. Вот, а наклонные асимптоты, это y равно, что там получилось у нас, k единица, то есть это x минус 3, да? y равно x минус 3, вот такая она, наклонная. Ну, теперь надо определиться с тем, где его рисовать-то. Вот это видно было, да? Тогда я где-нибудь здесь и нарисую. график. То есть по факту мы на самом деле за задачей разобрались. Дальше осталось только картинку нарисовать. Рисовать картинку дальше от нас требуется на самом деле более-менее качественно, а не количественно. То есть это означает, что надо просто, ну, грубо говоря, там, какие-то приличия соблюсти в этой картинке. Там, где должна была функция возрастать, нарисовать возрастающую функцию. Там, где должна была быть выпуклой вверх, нарисовать ее выпуклой вверх, будучи, да? Чтобы она на картинке, это было видно. Ну, а прям, грубо говоря, пытаться ее провести через нужные точки, через все, совсем уж по-честному, сильно хорошо построить, очень точно, да? Но мы, наверное, в принципе, себе такого позволить не сможем. Можно, конечно, там взять тот кусок числовой оси, который у вас попал на картинку, разбить его на какие-то очень подробные отрезки и там тысячу значений посчитать. В тысячи точек их соединять, исходя из соображений, которые мы получили, которые мы, ну, короче говоря, используя то, что мы получили при исследовании, да, функции. Но это, мне кажется, довольно тяжелый процесс. Давайте как-то отметим еще, что она у нас двухсторонняя, да? Ну, я напишу двусторонняя. Ну, и ладно, при х плюс бесконечности напишу. И при х минус бесконечности. Чтобы отметить, что к этой штуке должно прижиматься с двух сторон. Все, что у нас сейчас будет нарисовано. Так, ну и вот этот вот забавный график я уберу. И вот это можно убрать, да? Так. Ну, вот это бы лучше оставить, наверное, такие картинки, потому что они гораздо более наглядные, чем вот такая запись. Проще понимать, что происходить должно было. А, ну и это еще могу убрать. Ну и плохо. Ну, давайте посмотрим, что там получится в этой штуке. Ага. Ладно, сейчас, секунду. Ну, вот это как получше выглядит. Сейчас я гляну. Дойдет видео до того момента, когда я остановился в черченье. Ага. Ладно. Как-то вот так начну. Пойдет. Так. Ну и вот это ОСИКС. Это ОСИКС. Ну, тут точка О. Начало системы отсчета. Ну, то есть, начало системы координат, так скажем. Вот. Ну и в частности мы знаем еще, что через точку 0,0 функция, вообще говоря, график функции проходит. То есть, она, ее можно сразу пожирнее нарисовать. Типа, что через нее там что-то пройдет. Ну и давайте смотреть, как теперь это все построить, да. Значит, везде, кроме минус единицы, она определена, можно сразу выкладывать эту минус единицу. Ну, какой-нибудь вот такой, давайте, масштаб. Минус единицы. И мы знаем, что в этой минус единице еще там должна быть какая-то вертикальная симптомия. Да еще с разных сторон по-разному вся функция идет. Ну, это мы сразу нарисуем, поэтому пунктирную штуку. Она нам еще пригодится. Дальше смотрим, что там по пунктам. Посмотрим, насколько удачная подборка пунктов получилась. Значит, не является четной или не является периодической и нечетной. Это бесполезная для нас информация. Далее. А это что это такое было третье? Это непрерывность, да? Область непрерывности. Так скажем, прежутки непрерывности. То есть, она везде непрерывная на области определения. Посмотрим, может быть, и не успеем. Но мы можем пропустить, скажем, какой-нибудь второй, третий, выбросить, чтобы эти ребята успеть. Так. Значит, что у нас еще есть? При Y... Где при X больше минус 1, то есть вот там. Да? А Y меньше 0, при X меньше минус 1. То есть, типа, вот тут. Вот тут она должна сидеть и вот тут, да? Как-то. Ладно. Ну, какие-то характерные точки нам нужны. Значит, мы знаем, во-первых, что она, когда мы приближаемся к минус 1 справа, вот этот плюс 0, сигнализирует нам о том, что мы приближаемся справа. Она должна стремиться к плюс бесконечности. То есть, она как-то вот так себя ведет. А тут она ведет себя как-то вот так, условно. Пока что мы разбились с этим куском. Дальше. Что у нас с промежутками возрастания? Давайте на них посмотрим. У нас есть X равное 0. В ней значение 0. И это точка минимума. Ну, понятно, точка минимума. Мы там доказали, да, что она там везде положительный. Значит, а что было с возрастанием убыванием? Ага, и с промежуткой выпуклости в области. Значит, справа от минус единицы всюду характер выпуклости такой, выпукло вниз, да? Ну, и там еще точка 0, точка минимума. Значит, она как-то вот так вот, типа, выглядит. Так? А сейчас, как сюда, продолжать мы разберемся. Нам нужно быть наклонной симптомы для этого. Что слева от минус единицы происходит? Она там отрицательная, вся функция, да, получилась? Я же правильно понимаю. Слева. Значит, она отрицательная, когда X меньше, чем минус. Вот тут она отрицательная. Там у нас при X минус 4 точка максимума 2 минус 4, да? А при X равно минус 4, что у нас получается? Давайте посчитаем. 4 в 4 поделить на минус 1, сейчас, минус 4, это даст минус 3 в кубе. Ну, ничего себе, да? И как такое рисовать? Так, 4 в 4, это что такое? 2 в 56, наверное, да? 2 в 56, двадцать седьмых. Ну, это надо как-то оценить. Тогда. Это сколько? Целая часть. Значит, если я буду выделять 9, еще хватит. А 10 уже не хватит, да? Ну, наверное, да. Так. Придется уйти куда-то вот сюда. И здесь написать им минус 2 в 56, двадцать седьмых. Ну, ладно, попробуем так. Я буду пытаться какое-то подобие сохранения масштаба здесь изображать до тех пор, пока будет получаться. Ну, что-то мне подсказывает, что места не хватит, если везде пытаться сохранить масштаб. Так, и вот здесь в минус 4 получается вот эта штука. И это еще и... Да, дела. Так. Ладно, это мне придется удалить. И смотреть на вот эту плохо читаемую запись. Ну, ладно. Значит, что мы здесь знаем? Тут она сильно отрицательная. Вот здесь она принимает значение лучшее, наибольшее, которое могла, да? Это лучшее, на что она способна здесь. Там она как-то сюда уходит. Так, да, видимо. Так, и здесь она всюду выпукла куда? Выпукла вверх, да? Сейчас, значит, у два штриха меньше нуля. Да, там она всюду выпукла вверх. Ну, вот он там как-то вот так вот выглядит. Я зря излом нарисовал, да? За это ругаться будут. Так, излома нет. Осталось разобраться со симптотой. Симптота х равен х минус 3, да? У равен х минус 3. Минус 3. Ну, ладно. Значит, это прямая. Если х равен х равен х, то х равен х минус 3. Ну, вот такая прямая, да? Для того, чтобы правильный угол наклона нарисовать, надо знать, какой я масштаб. По осям отложил. Он, мне кажется, не очень однородный, да? Здесь по модулю эта штука в единице. Это должно быть 9,5. Это не похоже на 9,5 раз больше, чем вот это, к сожалению. Ладно. Так. И что это означает? Могла ли такая картинка быть? Чтобы она была симптотой, надо еще вот так вот выгнуть. Значит, будет точка перегиба. Значит, я плохо нарисовал. Просто-напросто. Неудачно нарисовал. Сейчас перерисуем. Асимптоту. Она должна была пройти выше, чем эта точка. Но ниже, чем вот эта, да? Типа как-то вот так. Ну, ладно. Будем считать, что она вот так проходит. Тогда здесь можно нарисовать ее прижимающейся. И здесь тоже можно нарисовать ее прижимающейся. Там просто никаких перегибов нигде не должно было быть больше. Да? Исследование подсказывает, что больше никаких перегибов. Вроде бы, да? Тут при самом нуле ничего не происходило, да? Ну, у меня все равно как-то рисуется как с перегибом, как будто бы. Больше считать, что вот это вроде как без перегиба. Не самый удачный график. Тут еще как будто прямой угол, да? Ладно, я уже не буду сильно с этим заморачиваться. Просто вот так я продолжу. Ну, значит, картинка выглядит как-то вот так в конечном итоге. Ну, вот полное исследование, да, оно вот в этом смысле, в смысле списка Демидовича, по крайней мере, оно позволило нам построить график, ну, по крайней мере, в той области, в которой наиболее интересное поведение у функции. Да, понятно, что можно было бы этот график построить где-то там очень-очень далеко, при очень больших иксах и очень больших игриках. И там, наверное, можно было бы такую область локализовать, да, посмотреть, грубо говоря, в бинокль, на такую область, в которой вообще графика нет. Там просто это кривой, которая нам нужна, просто ее там не проходит, да, и какой смысл нарисовать ту область. Поэтому понятно, что когда мы рисуем график, надо какую-то интересную область выбирать. Ну, как правило, интересная область, это там, где всякие перегибы, вот эти все смены характера монотонности происходят. Ну, вот мы нарисовали вроде бы все, что только можно было нарисовать. Все интересное мы нарисовали, а дальше, ну, в каком-то смысле можно сказать, что, типа, ну, примерно понятно, что там дальше, как оно дальше продолжается, это рисование. Ну, я уже не буду продолжать этот процесс, а вообще здесь по-хорошему у меня какой-то такой график урод получился. По-хорошему, наверное, лучше было бы еще несколько точек посчитать, то есть просто взять несколько иксов, где-нибудь вот здесь, например, да, каких-то таких, посчитать значение y, ну, и по-честному нанести эти точки и заставить график через них проходить. Так оно было бы поприличнее, ближе было бы, да, то есть не так много точек надо было бы взять, на самом деле. Тут какой-нибудь две, например, да, здесь одну, тут пару штук. И все, и можно было бы уже довольно неплохо построить этот график. Так, не знаю, будут ли от вас требовать какой-то такой утрированной точности, чтобы не только вот это вот все исследование было отражено на графике, но еще и какие-то более-менее точки честно были получены. То есть, ну, какую-то табличку, типа, да, значение x y. Это уже в зависимости от, от ситуации. Я не буду ее рисовать, потому что это только усложнит все, у меня еще и масштаб непонятно, как устроен здесь, да, поэтому рисовать все это мне довольно бессмысленно тут. Ну вот, ну а просто я напоследок скажу слова о том, что можно еще построить несколько точек, выбрать значение в них, так, чтобы еще там как-то понятно было, через какие точки должна проходить вот эта веточка, вот эта веточка, вот эта веточка и вот эта веточка. Тогда можно неплохо построить, довольно точно построить то, что нужно. Да, расписываешь на полстены, а все равно получается график в рот. Ну вот, типа, такова жизнь, да? Ладно, это я теперь сотру. Не буду пытаться сохранить оси, потому что когда еще до второго графика дело дойдет, да, с этим исследованием. Так, ну давайте попробуем. У нас что-то по времени. Ага. Давайте попробуем перескочить тогда. Возьмем четвертую и пятую задачи на исследование, а потом вернемся ко второй и третьей, если время будет. Думаю, что для них принцип примерно понятен все равно. То есть там ничем дальше не отличается техника, все то же самое исследование пишется, ну и примерно-то всегда можно качественно построить картинку после этого исследования. Несмотря на то, что график может выглядеть, точнее сама функция, ее выражение в координатах может выглядеть как-то жутко и так далее, все равно это исследование позволяет пробить всю эту жуть. Ну и если удастся почитать на всякие нули производные, промежутки, всякие там, да, нужные. Если все это удастся проделать, тогда никаких проблем качественно. Можно картинку построить, даже если выражение для функций в координатах выглядело очень страшно. В каком-то смысле надо, чтобы выражение для производной выглядело не очень страшно и для второй производной. Ну а если они выглядят очень страшно, то надо что-то придумывать, тогда обходиться чем-то меньшим, по-видимому. Так, давайте перейдем к четвертой задаче теперь. Боюсь, что четвертая задача, она неудачна для списка Деведовича, вот этого плана. Не знаю, насколько она подходит, но попробуем сейчас. То есть здесь есть своя некая специфика, понятная, да? Грубо говоря, об этом можно думать как о чем? Как о пути, можно и нужно, на самом деле, думать об этом как о пути, который описывает частица. То есть вот частица, она вот так вот движется по плоскости. В соответствующем моменте времени t, она находится в точке x от y от t. Вот так задано движение частицы. А нам нужно просто нарисовать ее траекторию, по большому счету. То есть это не в буквальном смысле график функции от нас требуется теперь, да? Иногда говорят о том, что здесь функция задана параметрически. Но то, что мы можем нарисовать в ответе, не всегда выглядит как график функции. Мы знаем, что, грубо говоря, график функции не может нависать сам над собой. Иначе это не функция. Получается, что одному x несколько y соответствует. Так быть не должно. А вот здесь траектория, она может нависать сама над собой. Например, может заставить точку, частицу гонять по окружности. И окружность, мы знаем, что она не является графиком функции никакой. Как бы мы оси не поворачивали, да? Глобально она не является графиком функции. Тем не менее, заставить частицу гонять по окружности можно. Поэтому это не так страшно. Ну ладно, мне придется залезть в Днем Медовича тогда, опять, чтобы восстановить пункты плана. Так, первый пункт. Попадает это все в кадр, да? Да, хорошо. Значит, первый пункт. Определить область существования функции и исследовать поведение функции граничных точек последней. Ну, здесь во все моменты времени, давайте, по крайней мере, с этим определимся, да? Что во все моменты времени где-нибудь частица находится. Ну, напишем, что типа R, но подчеркнем, что это T и Z, чтобы не путаться со всякими эксами Y. Второе. Так, а исследовать поведение граничных точек? Ну, граничных точек у нас нет. Нет граничных точек в области определения, все число прямое. Выяснить симметрию графика и периодичность. Ну, понятно, что движение не периодическое, по крайней мере, движение не периодическое. Траектория, это может выглядеть как что-то, что можно описать с помощью периодической функции. Но движение само, оно не периодическое. И никакой четности и нечетности, по крайней мере, от этих штуковин требовать не приходится здесь, да? А от Y как функция от XI, это надо тогда отдельно смотреть. То есть, по-хорошему, тогда надо перевыражать, что не очень удобно. Поэтому мы забьем на эту четность и нечетность. Мы просто скажем, что... Ну, что мы рассмотрели, конечно, второй пункт. Никаких симметрий. Да. Ну, короче говоря, не периодическое. Ну, не периодическое движение, а не сама функция. Не сама кривая, которую мы пытаемся потом еще понять, можно ли ее было задать как график функции или нет, глобально. В каждой точке, чтобы она была графиком функции, некоторые одной и той же. Так, далее, найти точки разрыва в области постоянства знака. Ну, давайте хотя бы найдем области постоянства X от T и Y от T по отдельности. Да, точки разрыва здесь, по крайней мере, для функции X от T и Y от T разрывов нет, это понятно, да? Сумма непрерывной функции. Все, короче, непрерывное такое. Так, а найдем, где X больше нуля. Где X больше нуля. Ну, или давайте сначала, где X равен нулю. Где мы попадаем на ось, да? Значит, X равно нулю. Это что это такое? Это надо написать. Здесь можно T на 2 минус T. А здесь можно написать T на 3 минус T квадрат. Так, X равен нулю при T равном нулю и при T равном 2. Бум, да, Y равен нулю при T равном нулю и при T равном 3. Нет, плюс-минус корень из 3. Там же квадрат стоит, да? Значит, вот они вот такие. Тогда X больше нуля. Где там X больше нуля получается? X больше нуля при, ну, при очень больших T он отрицательный, да? Значит, от нуля до 2. T принесет от нуля до 2. Значит, в момент времени между нулевым и вторым X оказывался больше нуля. Она залетала в полуплоскость их больше нуля. Да? Y больше нуля. Где там Y больше нуля? А Y больше нуля при сильно больших T отрицательный, да? Значит, тоже. T принадлежит... Значит, откуда-докуда? При сильно отрицательных T. Так, типа, минус миллиард, грубо говоря. Что там будет получаться? Это будет минус на минус давать будет плюс. Значит, от минус бесконече. До чего там самая левая? Самый левый корень до минус корней из 3. И... Чего? От нуля до корней из 3, да? Правильно. А при очень больших, при больших корней из 3, если эта штука больше, чем корень из 3, тогда здесь отрицательный будет положительный, да, отрицательный. Вроде бы вот так. Ладно. Но я не буду писать уже тогда X меньше нуля, Y меньше нуля. Эта информация восстанавливается однозначно по той, которая здесь записана. Но она займет еще и много места, поэтому мы так и оставим. Третий пункт. Найти точки разрыва и промежутки непрерывности. Определить нули функции в области постоянства знака. То есть это был на самом деле четвертый пункт. Тут все непрерывное, поэтому третий пункт в каком-то смысле выпадает. Там неинтересный ответ, что все везде хорошо. Четвертый пункт выпал. Пятый пункт. Найти точки экстремума и выяснить промежутки возрастания и убывания функции. Ну здесь про промежутки экстремума более хитро получается, да, из-за того, что функции задано параметрические. Здесь надо считать по-хорошему производную Y по X. И пока что вы, наверное, еще не знаете этой теоремы, и будет выглядеть как магия. Но производная Y по X получается, если я производной Y по T разделю на производную X по T. Давайте я напишу, что пока что как заклинание. Значит, DY по DX равно Y с точкой. Так я обозначу производную по T. Это может быть несколько непривычное обозначение. Обычно производная штрихом обозначается. Но мы будем считать, что мы штрихом обозначаем производную по X. То есть как бы здесь можно было бы нарисовать что-то со штрихом. А производную по T просто такая выделенная буква. У физиков так вообще время обозначается всегда переменной T. И у них это всегда в некотором смысле выделенная буква. Производная по ней всегда обозначается через точку сверху. Вот мы тоже так будем делать. Хотя по первому времени это может даже неудобно казаться. Вот это выглядит как магия. Почему DY к DX по DX то же самое, что фактически здесь же написано DY по DT, если расшифровать, разделить как будто бы на DX разделить на DT. И там выглядит так, как будто бы все сокращается так, как если бы это было делением. Но это не настоящее деление, не надо обольщаться. Это не настоящее деление. С другой стороны, конечно, Лебниц такие обозначения не придумал бы, если бы оно не работало как деление хотя бы иногда. Он бы как-то по-другому, наверное, обозначал эти производные. То есть они выглядят как деление, просто в силу того, как они обозначаются. Лебниц придумал их так обозначать неспроста, а в частности вот из-за вот этого факта. То есть здесь оно выглядит так, как будто бы как мы разделили DY. Ну давайте я еще раз здесь пока напишу. То есть вот эта штука на самом деле она выглядит как DY по DT. Вот по DT. DY по DT разделить на DX по DT. А дальше написано, что вот она, то есть она равна вот этому. Как будто бы мы типа сократили вот так, да, по единичке. Написали, осталось DY к DX. Вот еще раз повторюсь, что это не настоящее объяснение этого факта. Эта теорема доказывается совершенно не так и довольно негативно. Преподаватели, которым пытаются рассказать вот такое обоснование, как вот с этим делением, довольно негативно обычно реагируют на это. То есть это воспринимается как сигнал к тому, что студент не понимает вообще, с чем он работает, что это за значки и так далее. Ну вот пока как заклинание, да, я сформулировал, что это вот так. Правда для этого надо потребовать, чтобы X с точкой было не равно нулю, да, соответственно. А там где X с точкой равно нулю, там тогда и выражение-то неопределено будет. Ну давайте посмотрим, пока забьем на эту формальность про X с точкой. Она все равно потом всплывет дальше. Посмотрим, как это выглядит. Y с точкой разделить на X с точкой. Значит, Y с точкой, это что будет такое? То есть производная по T, это будет 3 минус 3T квадрат, а здесь будет 2 минус 2T. Ну и давайте 3 вторых вынесем за скобку. Здесь останется 1 минус T. Так, здесь 3. А там 1 минус T квадрат. 3 вторых, 1 минус T квадрат, 1 минус T. Вот так, да. То есть в конечном итоге это можно допростить. До чего? До 3 вторых, а здесь будет 1 плюс T, да. Но при T не равном одному. Так, зачем вводить Y с точкой, если есть DY, они чем-то отличаются? Да, вообще говоря, дальше вы узнаете, в чем разница между производной функцией и ее дифференциалом. И разница она, ну такая, довольно серьезная. Потом, правда, окажется, что дальше вы под словами производной будете понимать то, что когда-то надо было понимать под словами дифференциала, там все перемешается в какое-то время. Но смысл в том, что, по крайней мере, в первом семестре уж точно надо хорошо понимать, в чем разница между производной и дифференциалом. Это у нас пока никак не обсуждалось, и, скорее всего, в университете у вас тоже это не обсуждалось подробно. Но я просто скажу пару слов, что дифференциал, его можно воспринимать, если у нас есть функция, то ее вот это вот DF, дифференциал функции, его можно воспринимать как такое типа линейное отображение. Оно на вход получает аргумент H. То есть мало того, что он задан в точке, допустим, да, при X равном чему-то там, если функция была от X, в какой-то точке. Мало того, что он задан в точке, он еще должен на вход получить аргумент H, чтобы вернуть значение, ну, значение на самом деле получается вот такое, штрих от нуля, от X нулевого, умножить на H. Вот так работает дифференциал. То есть дифференциал это целая такая линейная функция еще дополнительного одного аргумента. Это обычно обозначается как, ну, то есть H имеет смысл в данном случае превращение аргумента. И вот под дифференциалом функции на самом деле понимается вот такое выражение, если функция была дифференцируемой. Не очень хорошо в общем случае говорить, что понимается такое выражение, потому что его надо как-то пояснять тогда, но пока мы остановимся на том, что просто дифференциал функции и значение производной, то есть дифференциал функции в точке, это функция, линейная функция одного аргумента. Производная в точке это просто число. Поэтому разница есть. Но это такие очень тонкие моменты, которые надо очень хорошо проговаривать, и мы сейчас просто не сможем этого сделать. Всего того, что мы непредметно об этом говорим, на это надо потратить отдельно кучу времени, чтобы прояснить, наконец, чем отличается производная дифференциала, а главное, чтобы прояснить, что такое дифференциал вообще-то. Потому что традиционно с пониманием того, что такое дифференциал, есть большие проблемы. Грубо говоря, дифференциал это такая, типа, это первый член в разложении в ряд. Линейризованный аналог функции, как функция от превращения аргумента, а не от самого аргумента. Ладно, значит, вот с этим мы разобрались. Пятый пункт вот таков. Ну, тогда понятно, как там ведет себя эта штука. Я не буду писать, где она больше или где она меньше 0, а понятно, что определять все вот этим выражением. Когда будем рисовать картинку, разберемся с этим. Полезно тут еще отдельно понимать, как устроены сами x с точкой и y с точкой. Об этом я расскажу чуть дальше. Значит, 2 минус 2t. Я поэтому отдельно запишу эту информацию и восстановлю ее тут. А y с точкой это 3 минус 3t квадрат. Они нам еще пригодятся, скорее всего. Дальше. Что в шестом пункте? В шестом пункте предлагалось определить точки перегиба. Установить промежутки вогности. А, ну сейчас совсем тяжко будет, на самом деле, объяснять, как устроена вторая производная. Потому что вы пока еще не знаете теоремы, о том, как она должна была вычисляться. Ну, давайте попробуем. Ладно. Значит, вот нам надо посчитать d2y по dx дважды. Так обозначается вторая производная. Это то же самое, что написать y2 штриха. Как ее получить? Для этого нужно продифференцировать вот это вот выражение по x. Ну, вот эту штуку по x. Как продифференцировать d по dx функцию, которая сама у нас как функция выглядит как функция от t. То есть нам надо продифференцировать вот это вот производную по x. Дифференциал показывает превращение y. Да, дифференциал показывает превращение y. То есть такое линейризованное превращение y на превращение аргумента h. его линейная часть. То есть, ну такая, типа, самая маленькая, самого маленького порядка из всех осмысленных. Дальше об этом сильно понятнее будет рассказано. Я очень надеюсь на это, что нам удастся с Максимом Олеговичем сильно понятнее про это сказать, потому что про это нужно рассказывать сильно понятнее. Это сложная штука. Но только не начинайте ее бояться после моих слов, что это сложная штука, потому что она сложная, но если ее рассказывать правильно, сразу полный смысл давать, то она очень естественная и очень понятная на самом деле. Сложность ее возникает в том, как из-за того, как ее рассказывает обычно, на самом деле. Ну, в моем понимании, по крайней мере. Так, нам надо получить, как выглядит производная от этой штуки. Значит, чтобы продефилицировать по x, нам нужно вот это вот продефилицировать по t. Это функция у нас от переменной t. Да, это производная сложной функции. Нам нужно ее продефилицировать по t. Сейчас, здесь тогда надо было бы написать, что это мышечная производная в точке x от t. При x равном x от t. Потому что здесь же зависимость от t у нас виднеется, а здесь, типа, как будто бы от x надо было написать, да, зависимость. Вот в точке x от t при x равном x от t. Она выглядит тогда вот так. Значит, тогда здесь тоже мы напишем в точке x от t. Ну, или можно написать при x равном x от t. Вот эта вертикальная палка означает, что, типа, при x равном x от t. То есть, в каком виде мы представляем аргумент, иные слова. Здесь можно было написать x равном, но у меня уже не влезает. Значит, как посчитать производную от этого по x? Вот это выражение. В нашем случае, на самом деле, надо продефилицировать по x вот эту штуку, да? Для этого надо продефилицировать ее по t и умножить на t по x. Давайте напишем, что... Я напишу просто формулу, что, значит, y' и от нее d по dx. Вот так запишу это выражение. Пока как заклинание, без пояснения. Напишу, что это значит, dy' по dt на dt по dx. Опять выглядит так, как будто бы, типа, что-то тут сокращается, да? Ну, вот с таким пониманием этого, что это как будто бы деление что-то сокращается, далеко на самом деле не уехать. Там можно создать такую ситуацию, и вам, скорее всего, экзаменатор на экзамене искусственно создастся, когда ваше рассуждение придет у вас к абсолютно неверному заключению. Поэтому не надо с этим сильно увлекаться. Но формально выглядит вот так, да? Как будто бы запись. То есть это как будто бы производная от этой штуки по t умножить на производную от t по x. А что такое производная от t по x? На самом деле это здесь по-хорошему, чтобы все это пояснить, надо было бы писать аргументы. Без них, потому что может вообще непонятно быть. Но я этого делать не буду, иначе очень много времени на все это уйдет. Я не имел сегодня цели своей рассказывать подробно вот эти вещи. Тут будет один поделить на dx по dt. На dt по dx. На dx по dt. Все правильно. И опять это выглядит так, как будто бы деление, да? Как будто это чешно-дробь означает деление. Вот из-за того, что оно в некоторых местах так выглядит, ледница так и обозначил производную. Как будто бы как деление. Но опять же, повторюсь, еще раз на всякий случай, не увлекайся с этой штукой. Это далеко вас не заведет такое рассуждение. Довольно быстро начнет возникать ситуации, когда вот такое понимание этих вещей, ну, оно выйдет вам боком, грубо говоря. Сильно. Так, значит, что в нашем случае тогда получается здесь? Надо было продифференцировать эту штуку по t, получится 3 вторых, да? И умножить на 1, поделить на x по t. А x по t, это что такое было? Это было 2 минус 2t, да? Давайте здесь 1 минус t оставим, а двойку эту вытащим в коэффициент. Вот такая штука получается. Ну и тоже будем писать, что это при t не равном 1. Ну, понятно, что это при t не равном 1, ну, потому что у нас при t равном 1 и первой производной не получалось посчитать в точке x от единицы, да? Какая уж там вторая производная в этой точке. Поэтому это и так было понятно, что будет такое ограничение дальше. И то, что оно здесь всплыло, таким естественным образом, да, ну, не в этом как бы обосновании того, что оно должно было появиться. Оно должно было появиться уже из-за вот этого места. Могло бы получиться так, что оно здесь типа как будто бы естественным образом не возникало, и все равно его надо было бы писать, потому что мы не могли бы посчитать производную y как функция от x в точке, вторую производную, в той точке, в которой у нее и первой производной не было. Вот. Так, теперь это можно убрать. Опять же, я не буду сильно много писать, по вот этой вот части записи я попробую восстановить. На всю используется все это, но пока тяжело идет, да, не все понимаю, но просто знаю и использую. Очень хочу понять. Ну, вот мы с вами дойдем, и я думаю, что на эти темы, по крайней мере, мы потратим довольно много времени, потому что это реально надо объяснять. Это очень ключевое место анализа. Прямо, наверное, самое важное место анализа это именно вот это вот, что такое дифференциал, что такое производная, чем они отличаются, почему надо рассматривать два разных объекта, хотя они вроде как очень похожи по духу, близки друг к другу, и вроде как по одному объекту однозначно восстановится второе, по второму первое, зачем-то в два разных объектах, как будто бы мы плодим сущности. Все это мы обсудим на самом деле, почему они на самом деле реально оба нужны. Ну, по большому счету, ответ на этот вопрос, почему нужно рассматривать и производный дифференциал, связан с тем, что в многомерном случае, когда функция от многих переменных, что такое производная, вообще не очень понятно. В буквальном смысле, там можно говорить про частные производные, и там можно говорить про частные производные, а можно говорить про дифференциал функции. И дифференциал функции, там честный оператор, который на вход получает, Он такой линейный оператор, линейное отображение. И оно там очень важную роль играет дальше. Сильно много где. Ладно, давайте вернемся к нашей этой штуке. Что у нас тут есть? Значит, шестой пункт. Мы написали такую вещь, да? Прямо жуткой вогнутости и выпуклости мы увидим, глядя на формулу. Я не буду здесь выписывать их отдельно, чтобы не потратить все отведенное место. На те симптоты, да? На те симптоты будут... Тут уже не так прикольно их искать. Надо тоже поделить y на x и смотреть какой-нибудь предел при t стремящемся к бесконечности. И смотреть, как это будет выглядеть. То есть, как бы, вроде как действия те же, но здесь уже все выжжено через t. Давайте смотреть, ладно. Поделим y на x для поиска симптот. С вертикальными асимптотами, что здесь можно сказать? У нас где-нибудь производная не существует в какой-нибудь точке. Да, она не существует при t равно минус 1. Но, ладно, к этому мы вернемся уже, когда мы строим график. Подумаем об этом отдельно. Значит, y поделить на x. Что это такое получается? Это 3t минус t куб, поделенное на 2t минус t квадрат. Ну и понятно, что если я теперь буду устремлять t в плюс бесконечность или в минус бесконечность, то у этого выражения у него не будет предела. Правильно? Когда время уходит в плюс бесконечность, частица, она... Ну, у частица что получается? Отношение y к x в пределе, при t стремящей к плюс бесконечности, оно стремится к чему? К минус бесконечности? Да. Нет. Когда оно стремится к плюс бесконечности, оно стремится к плюс бесконечности отношения. Доказывается точно так же. Можно разделить на t. Например, на t квадрат можно разделить, и здесь тогда будет константа, стремится это будет к этому числу, при t стремящей к плюс бесконечности. да? вот, ну давайте напишем ладно, значит вот оно при t стремящемся к плюс бесконечности по крайней мере посмотрим как стремление t устроено, при t стремящемся к плюс бесконечности оно стремится к чему? это будет к плюс бесконечности, да? стремится а при t стремящемся к минус бесконечности оно будет стремиться к минус бесконечности правильно? при t стремящемся к минус бесконечности да Так, но здесь важную роль будет играть еще отдельно вот эта штука. Где там, что и как себя ведет. Давайте посмотрим, где у нас x-точка больше нуля. Ну, ладно, для этого я просто выпишу, и тоже не буду расписывать отдельно. Когда мы будем строить график, я просто буду на этом внимание заострять. Ну, не график, а траекторию рисовать. Ну, давайте попробуем, теперь исходя из той информации, которая у нас получилась. Ну, то есть, асим тут нету, как таковых. Да? При аргументах, стремящихся куда-нибудь. Вроде бы должно влезть. Это x, это y. Вообще полезно для такого рисовать какой-нибудь график отдельный x от t и отдельный y от t. Но, насколько я понимаю, это не прям сильно обязательно всегда делать. Можно попробовать по вот этой информации восстановить сам график. Но мы сейчас попробуем. Значит, как она там себя ведет? x равное 0 у нас в t равное 0 и в t равное 2. Что при этом получается с y? Значит, при t равном 0, x равен 0. Так, давайте смотрим. При t равном 0, x равен 0 и y равен 0. Да? Да. То есть, мы попадаем в эту точку. Она есть на графике. На траектории. Траектория через нее проходит. Теперь, что будет при t равном 2? x будет равен 0. Мы так это t равное 2 мы нашли. x будет равен 0. А y при t равном 2, что такое будет y? Значит, вот здесь y при этом значение будет равен чему? Ну, давайте подставим. Значит, 2 на 3 вычесть 4, да? минус 2. Минус 2. x 0, y минус 2. Значит, x 0. y минус 2. x 0 это что такое? Это значит, нет смещения сюда. А y минус 2. Ну, вот это, допустим, будет минус 1, а здесь минус 2. Вот через эту точку мы должны пройти. Теперь еще что? y равное 0, при т равном 0 мы уже посмотрели. И плюс-минус корень из 3. Плюс-минус корень из 3. Ладно, значит, если t было равно корень из 3, со знаком плюс, тогда что при этом происходило с x? x был равен корень из 3 умножить на 2 минус корень из 3. Ну, можно попробовать примерно оценить, да? Что это там такое? Корень из 3 умножить на 2 минус корень из 3. Корень из 3 это примерно типа 1,7, да? Грубо попробуем оценить. 0,3 умножить на 1,7, да? Что это такое? Ну, что-нибудь близкое к 0,5. Будешь считать, что это что-то близкое к 0,5. Так? Это происходит, когда y равен 0. y равен 0, значит, нет вертикального смещения, да? Вот здесь. Что-то близкое к 0,5. Такая есть точка. Значит, 3 точки все попадают на график пока что, да? На траекторию. Дальше, если t равно минус корень из 3, тогда что происходит с x? Минус корень из 3, это будет минус корень из 3, он умножается на 2 плюс корень из 3. Но опять же, я здесь все равно не смогу соблюдать масштаб, как надо. И поэтому я примерно рисую точкой, а так можно, ну, где-нибудь отметить точку. Понятно, что вот с такой координатой точку бесполезно пытаться там с помощью координатной сетки найти. Просто ее можно где-нибудь примерно отметить и подписать ее так, как она и выглядит. Типа вот это значение координат x, вот такое. Так, что с этим делаем? Ну, это примерно 3,7 на 1,7. Я сейчас нехорошие вещи делаю, да? Минус 6 примерно, но на скорую руку чтобы построилась. Примерно минус 6 получается x, вроде бы. 3,7 на 1,7. Типа если я 4 нажал на 1,5, было бы 6, да? Ну, что-то должно быть близко к минус 6. Имея калькулятор под рукой, например, или имея желание более точно оценить значение, вы можете это просто сделать. И без калькулятора можно, конечно, ну. Так, раз, минус 1, минус 3, минус 4, минус 5. Ну, допустим, это было не минус 6, а интересующая меня точка. Где-то примерно вот тут она сидела. Что это за траектория такая, да, была? Так, теперь что мы смотрим? Значит, где у нас x больше 0? От 0 до 2, x был больше 0. При этом от 0 до корня из 3 и y был больше 0. То есть мы сидели, например, от 0 до корня из 3. У нас есть интервал такой, да? Он тут выделился естественным образом. От 0 до корня из 3 у нас был x больше 0. И y больше 0. Ну, где-то вот тут вот, Виталия, от 0 до корня из 3. Значит, что там происходило тогда? Как вела себя производная y по x, например? Она была положительна при всех t больших минус 1. То есть y как функция от x возрастал при t больше минус 1. Так, t больше минус 1 возрастал. То есть, например, от 0 до корня из 3 он тоже всюду возрастал. А что же тогда случилось дальше? Как же она летала-то? Значит, при t равном 0 она была тут. Далее, от 0 до корня из 3 она была где-то в положительной части. Потом при t равном корне из 3 она попала вот сюда, да? Дальше. При t от 0 до корня из 3 она, говорит, короче, она вела себя где-то. Как-то вот тут летала. Давайте пока условно нарисуем. Сейчас оценим, так это выглядит должно было или нет. Как мы это оценим? С помощью возрастания от 0 до корня из 3, t. По-хорошему надо было нарисовать табличку x и t и их встречать друг с другом. Но мы попробуем так, пока что. Значит, от 0 до корня из 3 производная y по x должна быть положительной. И как это тогда должно выглядеть, если y по x должно было расти? Что-то не получается, да? Как такое может быть? При x больше, при t больше, чем минус 1. От 0 до корня из 3, например, да? А, нет, тут единицы, потому что единица меняется характер. Выпускки и вогности. В момент времени t равном единице, его бы тоже по-хорошему отметить, да, эту точку при t равном единице. Потому что там производная не существует, там менялся характер, да, видимо. Стоп. Да, при t равном единице характер менялся. Наверное. Сейчас, сейчас, сейчас. А при t равном единице, что у нас получалось? x это 1, а y это 2, да? x1, y2. Значит, она долетала до сюда. Частица. Значит, эту странную штуку мы уберем. И при t, откуда там, докуда получается, от 0 до корня из 3, x было больше 0, y было больше 0. То есть мы летали, это здесь, в корне из 3, подальше сюда в момент времени. А при t от 0 до корня из 3, что происходило с x с точкой? Тут, чтобы эта штука обнулилась, на интересующих нас, да, в моментах времени, у нас при t равном 1 происходит обнуление. При t равном 1, x с точкой равна 0. То есть вот в этой точке, когда мы долетели сюда, x с точкой стала равна 0, до нее, до этого момента времени, производная была положительная, а потом стала отрицательная. То есть мы стали возвращаться. Ну, у нас функция в этой точке, она не дифференцируемая. У нас производная не получилась посчитать. Функция не дифференцируемая, потому что x с точкой в это время времени... То есть вот здесь какой-то излом происходит, функция недифференцируема. И в последующие моменты времени при t больше 1, что стало происходить с функцией? x с точкой стала убывать, да, то есть она до сюда долетела, а потом стала назад двигаться как-то. Ладно, как она стала двигаться назад? А что происходило с y? То же самое, да, на интересующем нас куске от 0 до корня из 3 пока что. То же самое происходило и с y. Да, там корни 1 и минус 1, минус 1 нас не интересует пока что. То есть y с точкой тоже, она росла до этого момента, дошла сюда и стала убывать. Дошла до сюда и стала убывать. А как она стала убывать? Значит, ну вот она дошла до сюда как-то там, при этом она пока шла туда, она была выпукла куда? От 0 до 1. От 0 до 1, вторая производная была положительной, правильно, значит она была выпукла вниз. То есть она как-то вот так шла, летела сюда вот так, а потом стала возвращаться обратно. Вот у нее стала x убывать, y убывать, она как-то, видимо, на этой волне вернулась сюда. Так. Прилетела сюда. Что дальше? Дальше. Это мы разобрались полностью с интервалом временным от 0 до корня из 3, да? Она вот как-то вот так себя здесь повела. И всюду она была выпукла вниз, правильно, на интервале от 0 до корня из 3? Нет, не всюду. Не всюду. От 0 до корня из 3. Вот она при t равном единице, она поменяла характер выпуклости еще и, да? При t больших единиц она стала выпукла, то есть она стала отрицательной. То есть такой выпуклый вверх, да? Вот так она. Ну, кошмар какой-то. Как это интересно изобразить мне сейчас, чтобы это подчеркнуть как-то. Такой взлом получился, да, такой уголок. Ладно, что было дальше? Значит, вот в эту точку мы попали в t корень из 3, правильно? И дальше она всюду должна быть такой же выпуклый, такой же характер сохранять. В t равном корне из 3. Что после t корня из 3 происходит? В момент времени t равный 2, после этого, да, мы попадаем опять на x равное 0. x равное 0 это что такое? Это вот тут, да? Надо было момент времени еще, наверное, подписывать возле точек. x равное 0, y равное минус 2. Это мы попадаем вот сюда. Значит, пролетали мы как-то вот так. Что происходит после этого? После этого у нас все время x остается отрицательный, да, после момента времени 2. и y тоже все время остается отрицательный. То есть она летит как-то вот туда, и при t стремящемся к плюс бесконечности она... Не понял. При t стремящемся к плюс бесконечности у нас и x стремится к минус бесконечности, да, и y стремится к минус бесконечности, то есть она куда-то вот туда уходит. Как-то так. Но без осим-тоты, да? Сохраняя свой характер выпуклости вниз. Скорее-то как-то вот так. Тут можно для верности еще какие-нибудь точки посчитать. Заказать какой-нибудь x, найти под него t, и посмотреть, как это дело выглядит, да? Ладно, это мы восстановили всю историю от нуля. Начиная. Что было при терминале 0? Мы попали вот сюда. Что было при отрицательных t? Значит, при отрицательных t у нас, в принципе, x был отрицательным, мы это вот здесь вот, да, жили. И при отрицательных t сначала от минус корня из 3 до 0 у нас y был чего? Меньше 0, да? От минус корня из 3 до 0 у был меньше 0, а при t равном минус корень из 3 мы попадали вот сюда. и выпуклость там была такого характера, так? Должно было это выглядеть как-то вот так, значит. Да, и при t стремясь к минус бесконечности, и x и y должны были стремиться... Нет, при t стремясь к минус бесконечности, что реально происходилось? С x он стремился в минус бесконечности, а y стремился в плюс бесконечности, да? То есть как-то вот так она дальше уходила куда-то. Там тоже без асимптоты. Ну, получается какая-то такая странная картинка. По-хорошему, чтобы ее восстановить, нужно было бы, ну, можно было бы написать все пересечения вот этих вот промежутков, да, и на каждом отдельно смотреть. То есть по большому счету можно было бы что написать? Что здесь какие-то специфики поведения есть, я этого не смог сделать из-за того, что я не стал расписывать. Вот где это больше 0, где меньше 0. Решил сэкономить место. А вообще говоря, надо было посмотреть все вот эти вот специфические точки, разбить на промежутки, и на каждом промежутке строить отдельно. Тогда намного проще бы казалось настроение. То есть на каждом промежутке сразу бы оценить, там ага, возрастал, сидел в таком-то месте примерно, и так далее. По каждому пункту смотрите, была ли положительная координата x, была ли отрицательная координата y, возрастала ли координата x, возрастала ли координата y, например, да, и как там характер выкупности y относительно x был устроен. Вы бы ballot нажав Lesson вниз картинка или вверх. Но в конечном итоге мы построили без этого, ну как, не без этого, мы построили просто не выписывайте интервалы. Да, принципиально здесь что было? При t равном единице какая-то специфика появлялась, при t от нуля до двух, даже от нуля до корня из трех, от корня из трех до двух, от минус бесконечности до минус корня из трех, от минус корня из трех до нуля, да, вот такие интервалы получались. Ну еще от корня из трех до плюс бесконечности. Их надо было рассмотреть в те моменты времени t. Ну и как бы рисовать, что там получается. Ну получилось как-то такая странная траектория, все откуда-то это было претерпеть стоящих минус бесконечности как-то вот так прилетела завернул сюда и ушла дальше может это похоже на траекторию какой-то небесного тела вокруг чего-нибудь но сильно вряд ли они так летают чтобы его вдруг заставить так затормозить и развернуться в другую сторону какое-то жуткое торможение зиму произойти в частности скорость частицы в этой точке она и проходила через мои три метра равно одному да она оказывалась равной нулю скорость у нее была определена корректно но тем не менее d y pdx не было определена здесь поэтому скорость у частицы не скачком менялась она здесь сбросила скорость до нуля развернулась соответственно да и полетела развернулась за счет того что еду и спросить скорость до нуля но при этом на графике мы видим излом потому что производные грека по иксу в этом момент времени в точке x соответствующий момент времени она не существует по-видимому да ну по-хорошему это надо было бы отдельно доказывать вообще говоря что он здесь не существует наверное да или не надо было день так если она существовала в этой форме должна была находиться так что не надо день доказывать мы так уже форме формально доказали когда сказать что эта штука не определена претераном 1 вот это то что касается графика параметрической заданной штуки выдавать еще 5 тогда посмотрим думаю что мы успеваем еще хотя бы частично судить 5 еще раз повторюсь что здесь по-хорошему надо было бы разбить с помощью вот этих вот всех интересных точек прямую т на все эти интервалы и на каждом по отдельности можно было бы рисовать то есть тогда все было гораздо проще не надо было каждый раз вот так вот метаться типа точнее тоже надо было бы но это было бы попроще вас каждый интервал попадал бы только в какую-то одну историю либо сюда либо сюда либо сюда ну и так далее не надо было бы потом думать что ага ну этот интервал для такой низ 3 еще придется до разбить от 0 до 1 потому что там кое-что тоже меняется вот надеюсь что с этим более-менее понятно ну или хотя бы будет понятно когда вы поймете расскажут в курсе университетском или когда мы расскажем с максимумом олеговичем как вот это работает в пятом другая система координат да то есть пятое задание там надо пояснять что имеется ввиду как и в 4 надо было пояснить что это не график функций на самом деле но и видно что-то никому не играть функции глобальный такую штуку не задать как график функции это траектория движения и частицы которая вот так движется вот это и путь а надо найти саму кривую то есть траекторию движение и понятно что эта штука графиком функции не является хотя бы потому что если я так вертикаль проведу то там на эту вертикаль попадет две точки. График функции не умеет. Тогда получается, что при одном и том же значении х получается 2у. Ну, тогда это не функция. То есть это не было графиком функции, это было траекторией частицы. И в пятом тоже надо пояснять, что имеется в виду, потому что там использованы переменные ρ и φ, или r и φ. Насколько я понимаю, что там имелось в виду, хотя вроде как в условии это не пояснено, но, насколько я понимаю, имелось в виду именно то, что вот так такая кривая, интересующая нас, на самом деле тоже никого не играть в функцию, в общем случае, просто кривая, надо ее нарисовать. Она вот так вот задается в полярных координатах, а мы знаем, как связаны полярные координаты с декартовыми. Ну и как тогда она должна нарисоваться в декартовых координатах? Я сейчас это тоже поясню отдельно. То есть тут надо еще прояснить саму постановку задачи вообще. Ну, в четвертой тоже надо было, но в четвертой как-то попроще с этим было. Все равно интуитивно понятно, что если делитесь с частицами, нарисовать ее траекторию в общем тоже можно. Мы как будто бы на самом деле, когда рисовали траекторию, в общем-то следили за ее жизнью, да, какие методы своей жизни, что она там делала по большому счету. Так, и что у нас еще есть? Есть r равно а синус трехфи. Ну, такое параметрическое семейство, да, надо при каждом отдельном взятом значении параметра посмотреть, что получится, видимо. Значит, пятое задание. r равно а синус трехфи. Что здесь подразумевается под этим вот выражением? Значит, подразумевается следующая штука. У нас есть на самом деле полярная система координат, которая здесь и использована. Нужно нарисовать в осях x, y, которые связаны с полярными осями, так скажем. Ну, в координатах x, y надо нарисовать картинку, которые между собой связаны вот так, система координат. Мы такую штуку использовали, когда комплексные числа рассматривали, да. У нас в Вадим был вебинар вводный по комплексным числам, и там мы рассматривали, что такое триганетическая форма комплексного числа. Ну, или иными словами, в каком-то смысле это была просто триганетическая форма радиуса вектора точки на плоскости. Ну, вот она использовала вот эти вот выражения триганетической формы. Мы для нее эти выражения тоже писали и использовали при выводе. И это просто полярная система координат. Насколько я понимаю, здесь предполагается, что у нас, когда просят нарисовать эту кривую, предполагается, что φ прибегает вообще все возможные значения, всю числовую прямую. Так. Вот. Но r обязательно больше нуля. Но, наверное, в r равном нулю тоже предполагалось, что нужно продолжить график. То есть, по крайней мере, мы напишем здесь r больше либо равное нуля. Это будет означать, что мы говорим не про полярную систему координат, а мы, грубо говоря, еще насильно приписали началу координат координату r равную нулю, чтобы не выкалывать эту точку на графике. Я думаю, что это тоже подразумевалось в задании, хотя явно не оговаривалось, но там явно ничего не оговаривается. В условии там просто была вот эта форма. Мы сейчас будем рисовать. Значит, что нас интересует? Нас интересует следующая штука. У нас есть какая-то плоскость с координатами r, φ, например. В данном случае удобно вот так вот записать. r, φ. И можно на этой плоскости с координатами r, φ, можно их рисовать, как бы это прямоугольник системы координат. Можно построить вот эту штуку. Она будет выглядеть сильно просто. Мы, в общем-то, знаем, как выглядит график синусов, даже если там тройной аргумент стоит. Ну, что-нибудь придумаем, как-нибудь нарисуем. А есть отображение из этой плоскости в плоскость с координатами x, y. Если мы здесь нарисуем вот эту кривую, то мы получим какую-то кривую, короче, графика этой штуки будет здесь какой-то кривой. А дальше нам нужно понять, во что эта кривая под действием вот этого отображения. Вот у нас здесь вот так вот задний, f. Под действием отображения f это кривая, но я это очень условно нарисую как-то вот тактика. Интересующая она с кривая, она во что-то там отображалась под действием вот этой вот штуковины, под действием вот этой функции f. И нам просто нужно нарисовать ее образ, во что она отображалась. Вот и вся задача, по большому счету. То есть, можно нарисовать в полярной системе координат, точнее, вот просто в осях r, fi нарисовать вот эту штуковину и потом пытаться по ней понять, потом пытаться понять, как по ней определить, как устроен ее образ под действием этого отображения. То есть, в какую точку перешла там точка с этой кривой, да, каждая отдельно взятая. Но понятно, что про отдельно взятую точку мы можем такое сказать, да, куда она-то перешла, а про каждую отдельно взятую не можем. То есть, мы не можем просто взять, перебрать все точечки на этой кривой и сказать, куда они там попадали. Поэтому нам придется что-нибудь другое придумывать. Возможно, нам вообще эта катника не понадобится, я ее пока что уберу. Значит, исследование в полярных координатах его довольно тяжело вести, исходя из того списка, из того плана, который был в Демидовиче. Давайте попробуем понять, хотя бы просто глядя на эту штуку, что-нибудь сначала, какие-то общие факты, которые можно вытащить, а потом обратимся к плану, если этого нам покажется недостаточно для того, чтобы нарисовать картинку. Значит, что здесь можно сделать? Можно, во-первых, сказать, что у нас функция, она здесь важно, что она периодическая, вот эта сама штука, да, то есть период-то у нее какой получается? Значит, если я к φ прибавляю, что получается? 2 π на 3, да, синус сам непередичный, значит, если я к φ прибавляю 2 π на 3, то r от такого вот равно r от φ. Как выглядит на декартовой системе координат r? Что такое r? Точки, то есть если была точка в осях r φ, у нее были какие-то координаты r и φ. Как мне ее нарисовать вообще на осях x, y? Ну, нужно отсчитать угол, равный φ, причем этот угол φ, он ориентированный, он отсчитывается против часовой стрелки. Так вот этот угол φ нарисовать, найти луч с таким углом φ, и на этом луче нужно отметить точку, которая находится на расстоянии от начала координат равному r. То есть если у меня была какая-то точка с координатами r φ вот здесь, где r рассматривалась больше либо равного нуля, то есть в верхней полуплоскости лежала точка, то тогда она отобразится под действием вот этой вот штуки в точности вот в это. То есть r будет иметь смысл расстояния до начала координат, а φ будет иметь смысл вот этого ориентированного угла. Почему так будет происходить, мы уже обсуждали, на самом деле, когда говорили про комплексные числа. Ну, а можно просто глядя на эти формулы сказать, ну что такое r? Давайте отсюда попробуем выразить r. Для этого удобно рассмотреть x² плюс y², потому что тогда мы избавимся от тригонометрии. Окажется, что x² плюс y² равно r². То есть, иными словами, r это корень из x² плюс y². А что такое корень из x² плюс y² для точки с координатами xy? Ну, это ее расстояние до начала координат. Поэтому r это и есть расстояние до начала координат. Ну, а φ, как можно видеть это, если разделить, например, y на x, то окажется, что это отношение равно тангенцу φ. правильно? Для достаточно хороших иксов, по крайней мере, это отношение равно тангетсу фи, значит фи это арт-тангетс у поделить на х. Ну или вот исходя из этого выражения, или исходя просто из этих форм, можно дорисовав там все эти треугольнички, да, такие типа доказать, что фи имеет смысл вот этого ориентированного угла. Это мы проделали уже в комплексных числах, поэтому если этот момент вас отдельно интересует, можете его там глянуть, надеюсь, что он там более-менее понятно прояснен был. Так, ну мы пока из общих соображений поняли, что имеет место вот такой вот факт в данном случае. Что это означает? Это означает, что нам достаточно построить нам достаточно построить кривую для углов фи, например, от нуля ну может это будет удобно здесь, от нуля до 2 пинатри, например, а дальше на участке от 2 пинатри до 4 пинатри, то есть еще сдвинувшись на период этой функции, мы будем знать, как она устроена, то есть просто R от нуля будет то же самое, что R от 2 пинатри и так далее. Это будет видно, когда мы будем строить саму картинку, хорошо будет просматриваться это рассуждение, поэтому давайте пока не будем его пытаться провернуть окончательно. Так, что еще можно вытащить? Какую еще общую информацию можно понять про эту штуку? Ну, например, да, что можно понять? Можно понять, как ведет себя R, как изменяется R с изменением фи. Скажем, когда растет угол фи, что происходит с R? Ну, давайте поймем вообще, где у нас R больше или равна нуля до начала. Чтобы R было больше или равна нуля, нам нужно, чтобы A, ну, будем считать, что A положительно. Будем считать, что A положительно, не будем сильно заворачиваться с этим параметром. Будем считать, что A это какое-то конкретное положительное число. Вот, и нам надо понять, где синус 3 фи тогда, больше или равен нуля, да? Синус 3 фи больше или равен нуля. То есть, какие вообще углы у нас соответствуют точкам на этой картинке? С какими углами, да, какие углы надо откладывать, чтобы попадать на точки, в точки на графике вот этой, ну, то есть, на этой кривой, которую нам нужно рисовать в костях XY. Синус 3 фи больше или равен нуля, это что означает про 3 фи? Как там график синуса выглядел? Ну, как-то типа вот так вот, да? Это означает, что 3 фи, оно принадлежит чему там? Ну, нас интересует что-нибудь, какой-то кусок периода, например, от нуля до чего? До пи, да? От нуля до пи. В пи, по-моему, был единиц, потом в пи. Но если мы разделим на 3, этого еще не хватит для описания всего такого куска, да? А от пи до 2 пи, он там был отрицательный. Вот, тут он был отрицательный, да? Тут синус фи, то есть r от фи при фи, принадлежащем вот этому полуинтервалу, от пи до 2 пи, получалось, что r от фи, тогда, что там было? r от фи было меньше нуля, правильно? А это плохо? Ну, то есть там не определено было просто. r как таковой там не было определено. На плоскости r фи, конечно, его можно было туда продолжить график, но вот это отображение, у него область определения просто устроена вот так, на самом деле. У этого отображения вот так устроена область определения, поэтому, несмотря на то, что в этих осях можно было в этот график продолжить, в r меньше нуля, но он не смог бы отобразиться, этот кусок графика, не смог бы отобразиться на эту плоскость. Отображение не знало бы, что делать с теми точками, оно не умело бы с ними работать. Поэтому это нас не сильно интересует ситуация. Значит, что получается? На периоде у нас только фи, интересующая нас, оно живет от нуля до пи на 3. Так? Ну, давайте нарисуем эти пи на 3, допустим, да? Вот так как-то я попытаюсь это сделать. Вот этот угол пи на 3. Вот мы вот читаем от нуля до пи на 3. То есть, на вот этом вот периоде картинка будет где-то вот внутри этого угла существовать. Дальше ее надо будет поворачивать эту картинку каким-то образом. Об этом мы уже будем говорить дальше. То есть, она там как-то может и сюда тоже выйти, в этот угол, например, тоже выйти, эта картинка может в итоге и там как-то замкнуться. Еще, да? Кривая может. Ладно, пока что мы определились с тем, что нас интересует суметь построить внутри этого угла, а дальше мы разберемся просто сдвигая на период, да? То есть, мы просто ко всей картинке там прибавим 2 пи на 3, а расстояние будут те же самые, просто поворот получится, да? Чтобы сохранить расстояние надо поворачивать точку. Мы каждую точку будем поворачивать вокруг начала корня, то есть мы какую-то картинку будем поворачивать тогда на 2 пи на 3. Надо разобраться только вот с этим кусочком. Ну, на самом деле, вот с этим кусочком, да? Ну, пи на 3 там тоже принимает значение, поэтому, ну, я все равно нарисовал эту штуку пунктирую, это же как будто бы граница той области. Давайте посмотрим вообще для фи равного пи на 3, что там было такое. r было равно чему? Нулю, да? Для фи равного пи на 3, синус пи это 0. Ну, опять же, вот r равное 0 формально в рамках замены координат полярной, об этом мы будем говорить сильно позже, но r равное 0 там, ну, не считается, типа, нет никакого r равного 0. Но с точки зрения построения картинки удобнее считать, что r равный 0 есть, иначе он просто придется выкалывать точку насильно это будет как-то выглядеть неестественно. То есть, зависит от постановки задачи. Если просит просто нарисовать картинку, тогда r равное 0 допустимо. Если просит замену координат проделать, тогда, ну, как правило, это будет недопустимо. r равное 0, то есть при r равном 0 тогда будем говорить, что вот это отображение не умеет работать с точкой, у которых r равное 0. далее когда мы говорим про замену а пока мы считаем что типа нормально вот и дальше надо как-то понять как в этой области ведет себя при этом при фи равном нулю до когда мы отсюда отходим мы подаем в равную нулю к сожалению или к счастью и при фи равном пинатри да то есть все заканчивается как-то вот здесь мы видим фи там как-то растет с ростом фи возможно r тоже как себя ведет а потом мы заканчиваем там же где начали по видим ну давайте посмотрим как ведет себя расстояние до начала к 1 с ростом фи эр от фи вот такая функция давайте продифференцируем d r под и фи возьмем производную посмотрим насчет если фи растет как поведет себя r с ростом фи но это будет что там будет такое 3а косинус 3 фи правильно нас интересует только кусок от 0 до пинатри от 0 до пинатри это означает что мы попадаем косинус от 0 до косинус 3 фи от 0 до пи а там косинус он типа по-разному себя ведет да вот защит два куска начну посмотреть первый кусок на от 0 до пина 6 и здесь производная будет устроена одним образом да второй кусок вот пина 6 до пинатри давайте нам выпрямки значит что получается у нас здесь условно фи когда от 0 до пина 6 эта штука положительная правильно ведь но это мы говорим что положительно косинус 3 фи это что-то положительное да когда фи от 0 до пина 6 да значит производная эр от фи будет положительно значит там r с ростом фи растет то есть когда мы меняем луч вот так вот да поворачиваем луч у нас растет угол и r тоже нужно расти до пинатри 6 ну давайте нарисуем это пинатри 6 нужно я не буду подписывать что пинатри 6 иначе метод сильно будет плохо видно значит от 0 до пинатри 6 как-то росло причем на уросло из нуля и до какого-то значения давайте посмотрим в пинатри 6 какое было значение r и нашей значение r было значит рот пи на 6 было равно чему это а на синус пи пополам синус пи пополам это кто единица то есть просто а будет да кажется это просто а значит в пинатри 6 ну а ну а что такое а ну какое-то значение параметра допустим у нас типа вот а это вот это вот длина такого отрезка будет тут сидеть . типа r равная а да вот здесь точка сидит как будто бы а это длина вот этого отрезка надо какой-то отрезок взять да если для всех параметров не построить же в общем видимо отстроить и фиг значит она когда фи росло от нуля до пинатри r росло от нуля до до пинатри 6 и попадала в эту точку ну как-то в грубо говоря вот так да это дело выглядело можно посмотреть еще примежутки выпуклости вогнутости для этого надо взять вторую производные x по y чтобы говорить про примежутки выпуклости вогнутости а не r по фи и тут это будет посложнее выглядеть да тут надо только частный производный использовать поэтому пока дело отложим до лучших времен вот а дальше что происходило с ростом фи дальнейшем дальше фи расстояние в зависимости от фи она падала то есть . приближалась к началу координат ну как-то она видимо вот так вот семья думаю что график вообще говоря симметричный то если посмотреть на эту функцию давай по-видимому r от если мы рассматриваем фи только из отрезка от нуля до пинатри то что-то мне подсказывает что r от фи из такого отрезка равно r от чего там ну типа от расстояния здесь и расстояние здесь а как и углы для этих . отличаются а будет для них отличаются через что ну типа пинатри минус угол да правда ли что у нас имела место вот такая штука по крайней мере на отрезке от нуля до пинатри давайте проверим значит гипотеза пока что да мы хотим понять симметрично должен быть относительно прямой или нет симметрично относительно прямой она выражается в том что если я беру грубо я точку который соответствовал вот такого угол например да то в ней расстояние до нуля должно быть такой же как в точке который соответствовал угол так с такой же только отложенный вот сюда я рассчитываю такую симметрию здесь обнаружить для этого проверить вот этот факт значит надо проверить что а синус 3 фи равно чему а синус на 3 надо умножить да пи минус 3 фи о чёрт а что такое синус пи минус 3 фи синус разности да это синус на косинус синус пи это 0 до до минус косинус на синус синус на косинус минус сейчас не люблю эту тригонометрию значит синус пи это будет у нас 0 минус косинус пи на синус 3 фи что такое минус косинус пи это единица да то есть это и есть синус 3 фи свойства смежных углов не знаю но мне надо будет форму за это пока была гипотеза что она вот так работает доказать можно было если вы про доказательство этой формулы и это кажется можно старыми способами любыми какие вам известны я просто тупить начиная вот такие штуки вижу но в итоге получилось за то что косинус пи это минус единица то есть эта формула наверно значит у нас есть симметрия относительно вот этой вот прямой это такого луча так то есть картинка выглядит вот так в этой четверти что осталось сделать дальше с этой картинкой промежутки выпуклости и вогности нам пока недоступны потому что надо считать сильно хитрые вещи для того чтобы их описать тут частные производные добыча отельные всякие а это не предмет обсуждения первого семестре по крайней мере как правило поэтому осталось только что сделать осталось эту картинку расповорачивать дамы доказать договорились что мы вот на этом множестве такой классно построили дальше на от 0 до точнее от пинатой до 2 пинатой 2 пинатой как-то вот так мига тут типа ничего нету правильно да тут ничего нету а дальше этот лепесточек он начинает поворачиваться вот это тоже финат о триугол получается да если это пинатая это пинатая здесь ничего нет так чтобы это было 2 пинат оər accuracy дальше еще и натрии в нем опять появляется причем в нем получается но периодически просто вернуть эту картинку мы сами обсуждали что из вот этого свойства получается что у точек у которых ук вы отличается на 2 пинатре я расстояние до начала координат не отличается с они лежат на одной окружности они получаются друг из друга поворотом у тех точек которые у которых вы отличаются на 2 pin 3 они просто отличаются на картинке друг от друга поворотом на на 2 pin 3 иными словами тупо поэтому нам нужно просто взять эти точки все их повернуть на 2 pin 3 ну то есть просто всю картинку не рисовать еще пойнуть но будет какой-то лепесточек вот здесь я уже не буду рисовать это расстояние условно и угол пенаж как-то вот так вот нарисуйте по вот сюда нужно было попасть просто поворот картинки должен был произойти не самая красивая штука получилось не очень лично да видно что есть как-то по-другому вышло ну ладно ладно дальше что еще pin 3 нарисуем значит вот эта область прошла еще pin 3 рисуем тут ничего не должно быть да тут стать картинки нету а дальше вот здесь когда мы рисуем тут и на 3 тут надо нарисовать вот здесь получается еще один лепесточек но что он тоже получается поворотом опять на 2 pin 3 ну типа как то вот так она выглядит если бы я нарисовал поприличнее по видео можно было бы узреть в этом какой-то такой типа пропеллер своего рода раньше наверное такие пропеллер какие-то у самолетов бывали старых на носу торчали такие штуки крутились потом вот это исследование этого графика мы провели не очень честно потому что мы не смотрели на самом деле промежутки выпуклости и вогнутости но они нам пока недоступны и в рамках первого семестра они тоже не особенно то будут доступны то чтобы посчитать вообще говоря производную от игрека по иксу ну можно было конечно это сделать на самом деле можно было сделать я наверное зря говорю что они доступны давайте посмотрим насколько здесь удачно будет делаться да наверное я про частный производный зря говорил в конечном итоге вот эта штука она же описывается и в координатах x и рик тоже как как это множество задать чтобы задать можно написать например x равно r можно подставить да у наших точек которые нас интересовали r известен был он выражался через все это будет а синус 3 фи косинус фи и y тоже у таких точек которые лежали на графике вот этом в босях верфи он тоже выражался только через фи с помощью а синус 3 фи синус фи так и здесь тогда опять у нас получалось что вот эта кривая фактически мы сводим таким образом к параметрическому заданию да если мы так подставляем то мы просто получаем задачу параметрическую но не всегда выражена во первых r или фи друг через друга да это не всегда так уж удобно такое дело здесь просто задача связать параметрической таким образом но и можно точно так же как мы считали в предыдущем задании посчитать производная y по иксу и тут тогда можно по-честному посмотреть где функция выпукла вниз потом где там остановится в буква вверх как здесь да где-то и точки перегиба давайте какую-нибудь одну для интереса найдем то есть мы более менее подробно идем какую-то точку который здесь происходил перегиб то есть здесь видно что выпукла вниз функция вот туда а тут на выпукла вверх значит где-то там происходил перегиб давайте посмотрим где для этого надо посчитать производная y по иксу значит dy по dx ну что надо опять производная по фи ох ладно а не буду писать множество сократится все равно значит производная от по фи надо посчитать ну вот производная от y по иксу где x есть x от фи под x от фи понимается вот эта правая часть вот эта штука просто я не хочу переписывать счет и надо посчитать ее как и посчитать надо взять призвать ирика пусть это будет что это такое значит они будут на разделиться потом 3 косинус 3 фи синус фи прибавить 3 нет не 3 просто синус фи синус 3 фи на косинус и так а здесь что будет производная от x а будет 3 косинус 3 фи косинус фи вычесть производной косинус у нас минус синус 3 фи синус фи вот так выражается производной y по иксу от учить упрощается или нет косинус на косинус минус синус на синус наверное как-то можно тогда упростить что это будет такое они тут тройка болтается если бы не на тройка на на косинус на косинус минус синус на синус то в косинус сумма вы свернулась но эта тройка она не позволит так свернуть короче говоря по видему я сдамся в этом месте скажу что дальше можно посчитать аналогично тому как мы считали вторую производные грика по иксу но там поприличнее все было за дна здесь надо сильно много посчитать значит вторую производную от игрека d2 y по dx дважды опять же там где x есть x от t x от фи в данном случае опять же можно посчитать взяв производной по фи от вот этой штуки умножить на фи по икс производной то есть умножить на единицу поделенные на dx по дэфи dx по дэфи она у нас выписана но она выглядит вот так еще с коэффициентом а короче не очень прикольно выглядит как-то оценивая гена выпукла вверх и выпукла вниз не хотелось бы явно видим обязательно оценок непонятно как рисовать лепесточек по-честному где-то перегиб ты произошел ну где-то вот здесь какая то есть . загнулась и поменял характер выпуклости ее можно найти решая вот это уравнение считаю что у нас фи на промежутке от 0 до пи на 3 да найти такой угол может такое значение фи ну и доказать что в нем произошел перегиб при этом значении фи производная ты века по иксу она здесь раньше было положительно потом стало отрицательным то есть понятно как это досчитать теперь сам алгоритм действий но не очень понятно как это довести до конца да хорошо что стало понятно но тот факт что фи это в этот ориентированный угол который рассчитывается положительное направление с ее x в эту сторону против часовой стрелки он тоже доказывает через тригонометрию после обычной тригонометрии ну вот я еще раз повторю что на вебинаре на котором мы обсуждали комплексные числа это немножко затравилось в этом сейчас не хочется отдельно все это говорить вот на этом я думаю что мы можем закончить наше обсуждение оставшиеся два номера я уже не имею сил решать да и наверное в этом нет большого смысла мы там довольно подробно первое исследование вообще подробно провели да там каждый пункт обсудили вот второе исследование мы провели чуть менее подробно потому что я не выписал там знаки и поэтому у меня не разбилась вся числовая ось которая с координатой t не разбилась на все промежутки и мы как без этой таблички грубо говоря да смотрели как она работает вот здесь получилось еще менее подробно потому что мы здесь не посчитали вторую производную но понаделись на то что там где-то есть точка перегиба где-то она должна быть в конечном итоге но не будем ее искать потому что вычисления здесь довольно нехилые получится может быть как-то сильных упростить можно было может быть я просто не заметил какого-то фокуса который можно будет примите дальше все два счета получается но сейчас я уже по-видимому и не замечу его в данный час вот так что на этом я предлагаю сегодня остановиться если у вас есть какие-нибудь вопросы задавайте их пожалуйста вот но смысл в том что здесь для построения графика требуется полное исследование да как правило если особенно функция просто y от x и это полное исследование но можно человека как бы до уничтожить заставить видеть то полное следует просто дать ему для голововую функцию искать ну вот надо полное исследование и он там будет сидеть короче полностью исследование до присоединения ладно ну тогда если вопросов нету давайте на этом закончим опять же повторюсь что в будущем все эти вещи они прояснятся и почему формула для второй производный выглядит как-то вот так таким немного странным образом тоже будет понятно уже когда мы будем обсуждать производные сложные функции более подробно это что мы сегодня заикнулись о том что есть дифференциал вообще-то у функция есть их производные это вроде как сильно не одно и то же но вещи каком-то идеологическом плане близкие для функции до перемены это все мы тоже будем сильно подробно прояснять потому что это важные места наверное самые важные места в анализе которые очень хотелось бы понимать который потом важность которых потом наследуется например дифференциальную геометрию там приходит понимание вообще полное того что такое был дифференциал все это время но это полное понимание она приходит именно из понимания через понимание в анализе но если честно говорить что такое дифференциал функции я понял наконец окончательно только после не финансами геометрии когда там рассказать что такое оказалось что это очень естественно очень понятная вещь вот и как ни странно тот факт что у нас функции 1 переменной рассматриваются он к сожалению маскирует смысл истинный смысл того что такое дифференциал для функций многих примеров проще это понять представляете нетривиальная вещь на самом деле на математике такое дальше будет иногда оказываться что реально это смотрит казалось какой-то простой пример типа что-то одномерное да вы не видите все специфики то есть она как бы по факту есть но она не на поверхности то что у вас на самом деле вот такое определение такой объект имеет место да вы с ним работаете вы к по факту вы с работаете но вы этого можете не понять что это его природа именно вот какая-то такая специфическая а в многомерии то может быть наоборот очень очевидно в этом такой нетривиальный эффект казалось бы одномерная штука попроще должна быть чем многомерная с другой стороны там непонятно с чем вы можете работать и на этого бывает но это все же как демагогия давайте на этом тогда остановимся на сегодня всем спасибо всем до скорых встреч